Всем еще раз привет. У нас лекция второго модуля, очень важная лекция, которая называется архитектура веб-приложений. На самом деле во всем курсе нет неважных лекций, так что это я просто так сказал, чтобы акцентировать на ней какое-то внимание. Давайте все, давайте все посмотрим. Во-первых, хочу несколько слов по поводу прошедшего РК, как бы круто, что вы на него почти все попали, результаты достаточно хорошие, в целом есть что улучшить, но в общем вы все молодцы. По поводу практики, которую я якобы пишу на лекциях, я просто, наверное, я не слишком явно это выразил, вот эта практика, которую я пишу, это вот тот самый вот, вот самый плохой вариант, вот с которым вы еле-еле пройдете на троечку, вот это он. То есть если на курсе Джао вам говорят, как писать правильно, то мы говорим, как можно писать, а как правильно писать, вы должны придумать сами. Это такая творческая задача, а ваши менторы или мы на рубежных контролях подскажем вам на недостатки и подскажем, что можно исправить. То есть не стоит слепо копировать за мной или за моими коллегами, лучше надо пытаться сделать лучше. Вот. Смысл задания в том, чтобы вы попробовали разобраться в этом и придумали что-то хорошее. На первом, в первом модуле были лекции такие, достаточно вводные, рассказывались базовые моменты, из которых, ну, как бы, про то, как программировать, как разбирать на модуле, как работать дома, в общем, те вещи, без которых нельзя сделать веб-приложение, ну, хотя бы какое-то. Вот. После первого модуля можно сказать то, что вы теперь, ну, сейчас, те, кто прослушал первые четыре лекции, в целом можно сказать, что вы можете сверстать любое приложение, типа одностраничный лендинг, и в целом, как бы, этих знаний достаточно для того, чтобы заниматься уже базовой разработкой сайтов. Но так как мы с вами готовимся все-таки не на каких-то там верстальщиков, а на фронт-энд-разработчиков, то, разумеется, кроме каких-то знаний, типа, как работает дом, как отправить гет-запросы странички, нужно еще уметь разрабатывать именно приложение. Поэтому сегодняшняя лекция «Архитектура веб-приложений» — это та лекция, ну, как бы, в общем, это то, что отличает вас от обычных верстальщиков-прогеров, которые просто бедлокодят и не разбираются в том, что они делают. А почему еще это важно? Ну, любое достаточно крупное веб-приложение, в котором больше стараться поздно, ну, если его писать в одном файле, весь код, то, как бы, ну, в общем, разбираться в этом будет не очень удобно. Даже если применять те навыки, которые мы вам рассказали на лекции про модульную разработку, выносить какие-то части в модуле, как-то там пытаться все это вот вместе ингапсулировать, то без знания того, как правильно это делать, у вас все равно ничего хорошего не получится. Поэтому сейчас я попытаюсь вам рассказать на примерах, в том числе, про то, какие вообще существуют архитектурные подходы в разработке вообще приложений, и в том числе веб-приложений. Вот. Лекция, как всегда, доступна по ссылке. Ну, в общем, все, все, как бы так сказать, все как всегда. Давайте посмотрим какие-то определения из Википедии. Что такое вообще архитектура? Ну, есть, конечно, архитектура типа там здания, всякие разные колонны, как комнаты планировать. Но в разработке ПО архитектура имеется в виду архитектура ПО. То есть это какая-то организация системы, воплощенная в ее компонентах и их отношениях между собой и с окружением. Вот. А система — это набор компонентов, объединенных для выполнения определенной функции. То есть ваше приложение прежде всего служит выполнению какой-то определенной функции. Если ваше приложение, ну, просто так написано и ничего не делает, то как бы, а зачем вы его писали? Вот. А умение, ну, эту систему разбить таким образом, чтобы она, ну, чтобы это было хорошее разбиение, чтобы оно было функционально и продуктивно, вот, собственно, и архитектура описывает именно то, как это сделать. У меня... Вот. В разработке приложений, когда речь заходит об архитектуре приложения, ну, используется такое понятие, как архитектурное решение. То есть если вы решили сделать гет-запрос, ну, то, что... Если вы решили ваше приложение, что у вас будет красный фон, то это как бы не архитектурное решение, это просто там дизайнерское решение или какое-то продуктовое, но не архитектурное. А архитектурные решения отличаются именно вот, ну, одной очень простой вещью. Как их можно проверить? Чтобы определить качество архитектурного решения и чтобы вообще понять, архитектурное это решение или нет, можно задать себе достаточно простой вопрос. А что, если я ошибся, мне придется изменить это решение в будущем? Каковы будут последствия? Если некоторое решение размазано ровным условием по всему приложению, и для того, чтобы его изменить, требуется переработать вообще все, потратить кучу времени, и изменения должны будут быть огромными, то это решение явно является архитектурным, и от качества изначального выбора этого решения зависит то, ну, вообще, как вы будете разрабатывать приложение, сможете ли его доделать до конца, как его можно будет улучшать, модернизировать, ну, в общем, такие моменты. Соответственно, можно попытаться выделить какие-то критерии хорошего дизайна системы, это эффективность системы, это гибкость и расширяемость системы, то есть, когда вы сможете с легкостью добавить новые модули, это масштабируемость процесса разработки. Как бы, если ты один фондент-разработчик, и ты знаешь, как оно устроено, это, конечно, круто, но в больших командах чаще всего работает несколько человек, ну, в хороших компаниях, над крупными проектами, и поэтому умение строить систему так, чтобы на ней можно было работать сообща, это тоже достаточно важное свойство системы. А тестируемость, сопровождаемость, возможность повторного использования, это все, конечно, понятно. Можно также выделить какие-то критерии плохого дизайна системы, то есть, если тяжело изменить какой-то дизайн, потому что, ну, если какой-то элемент системы сложно изменить, потому что его изменение влияет на слишком большое количество других частей системы, то, скорее всего, эта система, ну, вот это приложение как-то не очень клево написано. Ну, блин, вот мы захотим какую-то простую вещь поменять, и нам придется все полностью перелопачивать, это не круто. А при внесении изменений неожиданно ломаются другие части системы, то есть, типа, починил тут, появился баг там, стандартная история. Если в вашей системе такое наблюдается, то, возможно, ну, либо вы криворукий программист, либо у вас что-то там не так было на этапе проектирования, ну, то есть, вы все равно криворукий программист в итоге. Вот. Код тяжело использовать повторно в любом другом приложении. Как бы писать все с нуля каждый раз, это непродуктивно. И если некоторые такие базовые моменты, которые, как бы, ну, кнопка, она же и тут кнопка, и там кнопка, одна и та же кнопка, везде и всюду. Но если вам приходится заново верстать для каждого проекта, то это, ну, типа, не ок. И нужно стараться делать так, чтобы, ну, эти компоненты, какие-то блоки, которые плюс-минус одинаковые для всех любых вообще приложений, их нужно стараться как-то выносить. Но это все, конечно, круто, это какая-то теория. А как это все, ну, как же все-таки научиться это делать? То есть, есть такие принципы, которые, на самом деле, биты были разработаны, ну, в процессе практики. То есть, всем известны вещи, как dry, kiss, ягни, grasp. Это документированные шаблоны объектно-ориентированного анализа. Это solid, это, ну, вообще easy, типа, single responsibility, принцип остановки барбер-лисков, dependency injection, интерфейс-егрегейшн, принцип, все дела. В общем, package, principless, это вообще вот такая вещь. Ну, очень простая, на самом деле, которая рассказывает, как снизить связанность и совокупность вашего приложения. То есть, она состоит из шести вещей, типа, REP, CTR, CCP, ADP. Рассказ, как решать эти циклические зависимости. То есть, в общем, все очень легко, как бы, ну, все понятно, непонятно, о чем я вам тут, как бы, рассказываю. Блин, я не изменил, ну, простите. Ладно, здесь, на самом деле, не буду проституткой, а, типа, стану верстальщиком. Вот, вот, видишь, вот это из-за того-то, что мы дизайнером. В общем, это из-за того-то, что мы в метро ехали. Ладно, в общем, не проституткой буду, буду прокать на печке. А, итак, на самом деле, это все известные вещи, то есть, люди, которые, ну, у которых прям в профессии написано, люди, которые проводят какие-то теоретические исследования, придумают какие-то общие подходы, которые применимы, в принципе, не только к веб-разработке, а к разработке любого ПО. Про все это можно прочитать, ну, вот, по ссылочкам всяким. То есть, я не ставлю цель вам рассказать какие-то теоретически занудные вещи. Про все это можно прочитать здесь. Вот на эту ссылочку заходите только, как бы, подготовленным, так сказать, да? Она не для слабых умов. Вот. Советую очень прочитать, посмотреть доклад солидный JavaScript. Это, ну, доклад на конференции. Очень крутой чувак, который очень шарит именно в архитектуре веб-приложений именно. Solid — это методология, ну, которая, на самом деле, она очень понятна, и она очень прям реально широко используется, и поэтому советую вам этот доклад прочитать, ну, посмотреть. Он очень простой и интересный. Также советую его пересматривать периодически. То есть, вот вы сейчас просмотрели, потом чуть-чуть попробовали, там, через полгодика снова посмотрели, у вас уже будет какой-то другой взгляд на эти вещи. А мы с вами поговорим о том, как же все-таки создать хорошую архитектуру. У нас время лекции ограничено, и поэтому я постараюсь вам рассказать, как бы, готовые проверенные подходы, которые достаточно простые, на самом деле, и позволяют решать задачи, которые, ну, все равно перед вами возникнут, ну, самым простым и интересным способом. То есть, можно читать литературу и пытаться придумать что-то самому, но это можно сделать гораздо проще, просто взяв уже готовые реализации. Как бы, что это за подходы? Это подходы того, как создавать архитектуру. Во главе любой архитектуры стоит декомпозиция как основа. То есть, если ваше приложение является монолитным, написано в одном куске файла, ну, или написано в нескольких файлах, но, как бы, эти файлы подключаются сверху вниз, работают как один, то это не очень круто. И поэтому в жизни любой системы стоит во главе, ну, во главе разработки архитектуры стоит правильная декомпозиция. То есть, то, как вы разбиваете ваше приложение на модули, то, как эти модули друг с другом взаимодействуют, и то, как это правильно делать. То есть, у нас имеется система, мы ее декомпозируем, потом об этом чуть попозже. Какая должна быть хорошая декомпозиция? Она должна быть, во-первых, иерархическая. То есть, если ваше приложение, оно большое, вы его разбили на несколько модулей, да? Вот эти модули, они, как бы, в рамках всего приложения, они чуть поменьше, но их все равно нужно иерархически разбивать на модули дальше, до того, как вы дойдете, ну, до того момента, как ваши модули не будут, скажем так, достаточно простые и понятные, чтобы их можно было взять, полностью выкинуть, переписать на другое, чтобы вы этого не заметили. Вот. Если переписывание какой-то части системы занимает у вас слишком много времени, и вы боитесь с этим не справиться, то, скорее всего, эту систему стоит декомпозировать еще дальше, разбить ее на какие-то более мелкие компоненты. А хорошая декомпозиция должна быть функциональной. То есть, если вы просто так разобьете ваши приложения на модули, ну, на какие-то вот непонятные вообще, которые будут никак друг с другом не связаны, непонятно, зачем вы это сделали, то профита от этого не будет никакого. Хорошая декомпозиция обычно это функциональная декомпозиция. Это такая декомпозиция, в которой части приложения, отвечающие за плюс-минус одинаковый функционал, собраны рядом. То есть, если у вас есть часть, которая отвечает за отображение формы, и если она разбросана в пяти разных файлах по проекту, то это как бы не очень клево. Круче, когда у вас есть папочка форм, и там какие-то JSON, CSS, это все вместе связано, работает рядышком. То есть, если вы хотите поменять отображение формы, то вы пошли в соседний файлик, там что-то поменяли. Если же у вас CSS, JS лежит вообще непонятно где, а что-нибудь вообще в другом репозитории, то это не очень клево. Собственно, во главе функциональной декомпозиции лежит паттерн модуля, о котором вы, по идее, уже должны знать. То есть, модуль — это функция плюс данные, необходимые для ее выполнения. Вот важно понимать, что модуль — это функция и данные. Зачем служат модули как паттерн? То есть, да, это клево, то, что мы пишем весь код не в одном файле, а в нескольких, но, кроме этого, модули решают такие проблемы, как инкапсуляция данных. Если у вас есть какая-то, допустим, строка, которую, допустим, вы используете только вот в этом месте, то не надо ее уложить в другом месте, пусть она рядышком и лежит. А обернув все это в модуль, эту строку никто другой не сможет увидеть. То есть, если в языках статически типизированных, таких как Java, C++, C Sharp, там вот эта модульность соблюдается на уровне классов, то есть, если вы выбили переменную в одном файле, то она недоступна в других файлах, но если ее там не проэкспортировать как-нибудь, то в JavaScript все, как бы, ну, по умолчанию все переменные, все функции, они глобальные, и поэтому разбиение на модули позволяет их сделать неглобальными. А также модули решают такую вещь, как явное управление зависимостями, то есть создают четкую структуру подключаемых модулей. Все ресурсы, которые используются в вашем модуле, должны быть явно в него экспортированы. Не должно быть такого, что вы неявно какую-то вещь берете из Global, из Windows и ее используете. У вас всегда сверху должно быть const чего-нибудь равно чего-нибудь. Вот. Также все ресурсы, которые вы хотите из этого модуля экспортировать, вы должны явно тоже прописать. Не должно быть никаких неявных зависимостей. И уход от засорения глобального контекста. То есть JavaScript — это такой язык, в котором по умолчанию все переменные функции, ему все объекты создаваемые, они в глобальном контексте находятся. И поэтому, когда у вас приложение разрастается, встречается такая, ну, случается ситуация, когда вы объявили где-то там var i, а потом где-то там чуть ниже тоже объявили var i, это внезапно одна и та же i, и вы ее переопределили, у вас все поехало к чертям, вам надо будет либо какие-то уникальные перемены создавать, либо еще что-то. В общем, модули позволяют за счет ингапсуляции уйти в замыкание и не засорять глобальный контекст. А засорение глобального контекста — это такая вещь, которую как бы делать нельзя ни в коем случае. Как выглядит модуль? На самом деле видов модулей, ну, как можно их сделать? Несколько. То есть самый простой модуль, то, о чем мы вам рассказывали, это просто на основе самовызывающейся функции. Так как в JavaScript функциональная область видимости, то все переменные, которые были объявлены в теле функции, они наружу не вытекают. То есть это const data1, она вот только внутри этой тела функции доступна, а снаружи ее никак нельзя изменить. Соответственно, что мы делаем? Мы создаем какие-то локальные переменные. Мы можем сюда импортировать модуль, явно его засунуть внутрь этой функции. Можем создать новый модуль на основе существующего модуля и экспортировать его. То есть все данные, которые используются модулем, они объявлены внутри. Все зависимости, они явно проимпортированы. Все вещи, которые мы экспортируем, они явно записаны вот где-нибудь в конце. Соответственно, когда эта функция выполняется, у вас в итоге в Windows получается ссылка на класс модуля, а соответственно все данные, которые этот класс использует, они спрятаны внутри. То есть в JavaScript нету приватных переменных, и поэтому создать вот вещь, ну какой-то объект, который нельзя изменить снаружи, можно только таким способом, ну, сохранив его в замыкании. Соответственно, какие проблемы это решает? Проблемы, например, того, что у вас на странице может быть несколько модулей, которые вы не контролируете. Например, подключили вы на страницу какой-нибудь скрипт Google Аналитики. Или внезапно блокировщики рекламы решили нам порезать все денежки и начали скрывать какие-то переменные, переопределять. Как бы вот уход в замыкание, ну, модули позволяют некоторые эти проблемы каким-то образом разрешить. Собственное использование. Где-нибудь файлики main.js, мы типа импортируем модуль, создаем какие-то у него, ну, создаем экземпляры этого класса, собственно, вызываем функции и делаем, в общем, нашу бизнес-логику, пишем. Использовать глобальные переменные плохо. И поэтому, если у нас модули в приложении 100 штук, то у нас получается 100 глобальных переменных в приложении, а если они называются одинаково, то они могут еще друг друга перезатерять даже в рамках нашего приложения, если не смотреть еще на другие приложения. Поэтому нужно искать способы, как уменьшить количество глобальных переменных. Можно, например, использовать всего лишь одну глобальную переменную, а все модули, которые мы создаем, записывать как свойство уже этой перемены. Соответственно, у нас в Windows будет только одна наша переменная, допустим, будет называться All Modules, какое-то сложное название, которое якобы будет уникальным в рамках вашего приложения, о котором не будут знать ваши конкуренты, которые, ну, чтобы они не смогли залезть в этот модуль и что-то там поправить. Вот, и поэтому передаем сюда в качестве аргумента вот эту хитрую переменную, записываем, импортируем и экспортируем модули уже изнутри этой переменной, вот, и таким образом у вас наружу вся система торчит только одной функции. Вот, это, ну, только одной переменной, вот All Modules, а все остальные зависимости берутся уже внутри нее. Это гораздо лучше, чем этот способ, потому что количество глобальных переменных, оно уменьшается. Чем больше у вас глобальных переменных, тем хуже ваше приложение. Это вот прям факт, который нерушимый в мире веб-разработки. Соответственно, вот, существует множество систем определения модулей. Все они, основанные на этом принципе, все они используют хотя бы одну глобальную перемену. То есть без глобальных переменных сделать, к сожалению, нельзя. Потому что если вы подключаете два скрипта, отдельных скрипта, то если все ваши скрипты в замыкании, то один скрипт с другим никак не сможет общаться. У них общая область видимости только глобальная. Ничего общего у них, кроме глобальной области видимости, нет. Поэтому все вот эти способы модульных систем, почти все из них описаны в этой статье на Хамбре, просеются через EFE, CommonJS Modules, это там ассистемы модулей, которые используются в Node.js в основном. Но она и в веб-приложениях тоже активно используется. AMD, Asynchronous Modules Definition, используется в очень популярной библиотеке Required.js, так как и, соответственно, она встречается в большом количестве взрослых проектов, но которым больше, чем пару лет. Потому что она быстрая и достаточно универсальная. Например, вся наша почта, веб-версия, старая версия почты, она написана именно с помощью вот этой системы определения модулей. Как бы есть UMD, Universal Modules Definition. Это обертка Хамелеон, которая используется для определения модулей как и в CommonJS, так и в AMD форматах. То есть так как не существует такого, что все в мире используют что-то одно, как бы много всяких форматов, много всяких стандартов всегда выпускается, Android и iOS, и поэтому UMD это вещь, которая поддерживает модули и в том, и в другом стиле. И, соответственно, так как разработчики языка тоже не теряют времени даром, они видят всю ваканалью, которая творится по той ссылке, и решили все-таки разработать какую-то систему модулей, которая будет зафиксирована на уровне языка. И появилась вещь, как ES2015 Modules, то, о чем мы вам рассказывали, через импорт-экспорт, которые с недавнего времени уже реализованы в браузерах. И, соответственно, знать об этом полезно, а об этом нужно использовать. Но об этом знать тоже полезно, потому что если вы с этим встретитесь, то будет круто, если вы будете знать, ага, это AMD, значит, required.js, значит, я знаю, как с этим работать. Какие можно еще дать советы, как использовать модули? То есть вот про левела. Во-первых, один файл – это один модуль, всегда. То есть самое главное правило, если появляется необходимость определить в одном файле несколько модулей, то есть несколько классов, это значит, что вы что-то делаете не так. Марина может со мной согласиться, но вот нет, не так. Один файл, один модуль, даже если вам нужно из файла проэкспортировать одну переменную, всего лишь какую-то хитренькую, маленькую, там 10 строчечек, то это все равно должен быть отдельный файл. Потому что потом вам понадобится этот файл использовать еще где-нибудь в другом месте, потом появляются путь, какие-то непонятные логические места, потом у вас модуль начнет расти, соответственно, это будет не один маленький файл, а один огромный файл, и, в общем, с этим уже становится сложно работать. Не допускать циклические зависимости. То есть бывают кейсы, когда реально вот вы вот так проектируете свое приложение, и внезапно оказалось, что модуль А зависит от модуля Б, а модуль Б зависит от модуля А. В общем, JavaScript как бы с этим справляется, вот, то есть в целом ваше приложение, возможно, даже будет работать таким образом, но это все равно плохо, потому что это непонятно, это неочевидно, рано или поздно это где-нибудь выстрелит, поэтому не допускайте циклических зависимостей. Есть специальные алгоритмы, которые вот прям действуют шагом, шаг 1, шаг 2, шаг 3, и все, у тебя циклических зависимостей нет. Они описаны вот-вот в этом, вот как раз вот тут, вот здесь вот, вот, они там есть, можете почитать, и если вдруг у вас они все-таки возникнут, эти циклические зависимости, то вы их стараетесь как-то минимизировать. И в отличие от таких языков, как Java, например, и, ну, там, статически типизированные, речь просто не только о Java, просто с Java больше всего работал, там есть такая история, когда вам нужно как бы не класс создать, а функцию какую-то, но так как функция отдельно существует, поэтому приходится создать статический финальный класс, у него статический финальный метод, в общем, получается утилитарные классы. Так вот, в JavaScript не создавайте утилитарные мегамодули с множественной эксплуатированной функцией, то есть если вам нужна какую-нибудь функцию апперкейс, какую-нибудь функцию ловеркейс, какую-нибудь функцию, которая читает нод, пусть это будет просто три функции модуля. Из модуля можно экспортировать не только класс, из него можно экспортировать переменную функцию, все что угодно. В общем, создайте просто набор таких маленьких функций модулей в папочке утилс, и уже используйте их, ну, точечно. Вот, это хороший, как бы, хороший, как, ну, совет. Хороший стиль, да, вот, можешь так сказать. Очень советую посмотреть доклад Антона Немцова. Это тоже, ну, запись конференции. На самом деле, смотрите конференции. Вам сейчас, как начинающим разработчикам конференции, будет особенно интересно, потому что, ну, в какой-то момент, когда ты становишься достаточно прошаренным, там уже ничего нового ты не находишь. Вам сейчас, в принципе, вот это будет интересно. Поэтому это хорошая конференция про паттерны JavaScript. Ну, вот, то есть, в целом, оно объясняет немножко другим языком то, что я вам сейчас рассказал. Как бы, альтернативная точка зрения, они могут быть полезны. Так что, совет очень посмотреть. Вот. Давайте парочку определений. Есть такая вещь, как internal cohesion. Ну, я плохо читаю английский язык. Короче, cohesion. Это высокая сопряженность или сплоченность внутри модуля. Ну, то есть, когда у вас внутри модуля нету лишнего. То есть, если вам нужен какой-то функционал, ингапсульверт внутри модуля, то у вас он и только он, и ничего другого нет. Вот. Это называется высокая сопряженность или сплоченность внутри модуля. Вот. Есть также такая вещь, как coupling. Это связанность, слабая связанность взаимодействующих друг с другом модулей. Ну, не слабая, а просто связанность. Она вот именно external. Суть в том. Сейчас объясню, зачем я вам рассказываю. То есть, что такое слабая связанность? Это когда модуль, на который разбирается система, по возможности независимый или слабо связанный друг с другом. Они должны иметь возможность взаимодействовать, но при этом как можно меньше знать друг о друге. На самом деле, эти два термина, они, ну, на русский язык переводятся примерно одинаковыми словами, поэтому важно именно, какое слово стоит перед. То есть, internal — это то, что внутри модуля, а external — это то, что связывает модули между собой. Так вот, хорошая декомпозиция должна создавать слабосвязанную систему. Что это значит? Это значит, что модули, полученные в результате декомпозиции, должны быть максимально сопряжены внутри, в них не должно быть ничего лишнего, а все, что им нужно, должно быть в них и нигде в другом месте. И минимально связаны друг с другом снаружи. То есть, внутри модули должны быть крутые, но знать друг о друге между модулями, они должны как можно меньше. Ну, я постараюсь это сейчас продемонстрировать и объяснить, зачем это нужно. Нужно, во-первых, на всех уровнях иерархии. То есть, композиция иерархична, большая система бьется на крупные модули, крупные модули бьются на маленькие модули, и вот на всех этапах этой системы должна соблюдаться по желанию, ну, по возможности вот эти правила. Как определить, ну, как определить, является ли система слабосвязанной или нет? Попробуйте для модуля ответить на вопрос, какую функцию она выполняет. Если у вас в ответе встретится союз И, то, возможно, это два модуля, которые можно было бы разделить отдельно. То есть, модуль должен выполнять какую-то одну функцию по возможности. Насколько модули легко тестировать? Возможно ли использовать модули самостоятельно или в другом окружении? То есть, можно ли взять вашу кнопочку и просто скопировать папочку с кнопочкой «Другой проект» и использовать ее, как бы, вообще в десктурном приложении? Если да, то, скорее всего, у вас все хорошо. А если нет, и ваша кнопочка зависит от окружения, в котором она была запущена, то, наверное, что-то не очень хорошо. Как сильные изменения в одном модуле отразятся на остальных? Очень часто, особенно в жизни фронтенд-разработчиков, ну, мне так кажется, возникает задача переписать вообще все. В общем, вы с этим столкнетесь или уже столкнулись? Ну, в общем, столкнетесь еще не раз. И поэтому переписывать полностью все – это не круто. Возможно, задача решится переписывание какой-то одной маленькой части системы. Но если изменения в одном модуле отражаются сильно на остальных модулях, то это именно проявление high, external coupling, то есть то, что модули внешне друг с другом сильно связаны. Поэтому, ну, когда изменение одного модуля влияет на изменение других модулей. А какие существуют способы снижения связанности модулей? То есть как вообще это делать? В общем, можно использовать паттерн OOP, интерфейс и фасад, об этом неинтересно. Есть такие вещи, как dependency injection, есть такие вещи, как замена прямых зависимостей на обмен сообщениями, можно заменять прямые зависимости на синхронизацию, можно следовать за комдиметры, можно использовать композицию. Короче, давайте поговорим на примере обо всем этом немножечко кратко, но в контексте именно фронтенда и веба. Есть такой паттерн, называется observable. Ну, это, конечно, крутое слово. Вот, на самом деле это очень простая вещь. То есть это интерфейс подписки на события. Все ваши элементы, например, дом элементы, это, по сути, ну, они реализуют этот паттерн. То есть у него есть какой-то метод add event listener, есть какой-то метод remove event listener, и можно, допустим, взять и сделать emit event. То есть мы подписались на какое-то событие, мы отписались на событие, и мы это событие сгенерировали. В зависимости от названия этих трех функций, это может называться event emitter, это называется on-off, это может называться pubsa, publish subscriber, это может называться event dispatcher. То есть все одно и то же, меняется название функции, а суть одна и та же. То есть можно зарегистрировать какой-то callback, который будет срабатывать в определенных образах, в определенных случаях. И можно вот эти функции, которые зарегистрированы на какой-то event, взять и вызывать с какими-то данными через вот такой вот паттерн. Реализация очень простая. То есть вот, по сути, вот реально 15 строк кода, и вот это самый простой, конечно, но готовый паттерн observable. Например, зачем это может быть? Ну вот подписываемся на событие, добавляем в рабочий какой-то массивчик, а отписываемся от события, удаляем вот этот обрабочий из массивчика, и публикуем, диспатчем, эмитим, создаем события, просто вызываем подряд все обработчики, зарегистрированы на какой-то event. Все очень просто. Как это работает? Вот у нас есть какой-то сервис, например, user service, да? Есть функция обработчика какого-то события. Мы можем подписаться на событие loaded у этого сервиса. То есть, например, мы загружали список пользователей, и мы его загрузили. И обработчик, ну, и, в общем, взяли и загрузили. Сервис emit loaded, и передали данные в этот event. Соответственно, эта функция будет вызвана с этими данными, у нас, ну, распечатается, что объект, объект. Событие 1, событие 2. Когда у нас закончилась эта логика, мы можем подписаться на события, чтобы, допустим, не тратить память. Или чтобы потом подписаться, ну, другими, допустим, обработчиками. Я не помню, что у меня дальше. А, как же это помогает уменьшить связанность приложения? В чем профит? Как бы, окей, круто, паттерн, клево, можно сдать экзамен по алгоритму, но, как бы, мы же все-таки о практике. Так вот, что было до? У нас был какой-то юзер сервиса, который был метод out. Он вызывал return HTTP post, так как это промесло там был вен, вен передавался юзер. Соответственно, мы сохранили юзер модели, и началось. Меню секшен мы перерисовали, сайнап секшен мы скрыли, какую-то профайл секшен мы открыли, еще что-то сделали, потом запустили еще тысячу обработчиков. Сложно. Юзер сервис в этом методе знает о том, что существует какой-то меню секшен, что у него какой-то метод. Существуют какие-то вот еще дополнительные переменные, что у них есть какие-то интерфейсы. Соответственно, если мы заходим профайл секшен, перенимать метод show в метод open, то нам придется по всему юзер сервису искать, где там вот что-то вызывалось, а так как это JS, там нет типизации, то вы обязательно ошибетесь, если у вас будет runtime какой-нибудь exception, undefined is not a function, в общем счастье, все счастливы. Вот. Или вот, например, scoreboard-блок, да, то есть scoreboard-блок, ему нужен список пользователей, соответственно, в методе render scoreboard-блок, вообще блок, мы вызываем какой-то this user сервис, создаем, вызываем у него get user, вызываем tmpl, короче, вот именно вот эти места, когда внутри одних модулей есть зависимости на другие модули, это вот именно проявление внешней связанности, то есть, если нам придется убрать меню секшен, мы вот уберем вообще, уберем меню из приложения, то нам придется все модули, все блоки, все сервисы переписывать, потому что они используются везде, этот меню секшен. Как можно с помощью паттерна все равно от этого избавиться? Все просто. У нас user-сервис будет реализовать этот интерфейс, у него будут методы on, emit, off, вот это вот все. и внутри обработчика out, мы просто берем, делаем this user, another user, и this emit. Мы вызвали событие. А в обработчике scoreboard.blog у нас будет просто какая-то функция, к которой мы передаем users, и она эти users по сути отрисовывает. А в какой-нибудь main.js, где сосредоточена логика, будет три простых строчки. User series on signet, menu section, render behind menu section. То есть, мы подписались на событие. Соответственно, теперь scoreboard.blog не знает о том, что такое user-сервис. User-сервис не знает, что такое scoreboard.blog. Они взаимодействуют между собой и посредством подписки на события. Соответственно, если мы, допустим, где-то там снова загрузили юзеров, то нам не нужно, допустим, мы загружаем юзеров в двух разных местах. Например, на кнопочку обновить нажали и переоткрытие приложения. Соответственно, у нас в двух местах надо на callback promise навесить ререндер какого-нибудь scoreboard.blog а вот с такой историей каждый раз, когда user-сервис будет имитить это событие, то этот callback будет вызываться. То есть, получается, user-сервис сам внутри себя у меня есть. Вот, в чем преимущество? Все обзоровые модули реализуют один и тот же интерфейс методов. То есть, у них у всех есть on, off, end listener, remove end listener. Просто. А модули, на которые мы подписываемся, сами знают, когда и какие события имитить. То есть, инкапсуляция данных, инкапсуляция логики, она закрыта внутри модуля. Он, только он знает, когда там вызовут эти события. Все остальные не знают. Соответственно, если мы внутри эту логику поменяем, то так как вся остальная часть приложения об этой логике не знала, то у вас ничего не сломается. А модули, которыми мы подписываемся, сами знают, как обрабатывать эти события. То есть, если у нас есть scoreboard.blog, то только он знает, что передать вот в эту функцию шаблона. Если у нас есть какая-нибудь еще, ну, допустим, какой-нибудь еще модуль, например, я не знаю, сложно, в общем, какой-нибудь модуль, который тоже получит список визеров, то он уже будет обрабатывать это другим образом. Соответственно, и те, и другие ничего друг о друге не знают. Модулям известен только название и формат сообщения. А так как название можно вынести в еще отдельные модули, то получается вообще достаточно динамичная и гибкая система. Все необходимые подписки происходят в одном месте, в мейнджейсе. По сути, здесь просто юзер сервис, он, 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 аут и вызываем методы. Все. То есть гораздо проще все становится. У нас уже нету того, что какие-то функции вызывают какие-то другие функции. Все гораздо проще. Удобно оповещать систему о новых событиях. То есть, например, если у нас на нашем приложении надо показывать какие-то уведомления, то у нас есть маленький блок уведомлений, соответственно, у него есть какой-то, он подписан, допустим, на какие-то события, и мы просто берем из всех мест системы, имитим вот эти события, имит тост, например, ну, там, имит, типа, алерт. И уже вот этот маленький блок со всплывашками уже внутри себя в обробочке этого события рисуют вот эти маленькие алертики. Вот. Нет такого, что вся система знает о том, что у твоего конкретно этого модуля есть какой-то метод, типа, покажи мне всплывашку. Ну, в общем, множество таких историй. На самом деле, это вырастает в еще чуть более сложную систему, о которой я чуть позже расскажу. Вот. Очевидно, что если у нас есть один юзер-сервис, то у нас будет вот в одном месте вот прописаны эти все штуки. Но у нас же кроме юзер-сервиса есть еще там логин-сервис, еще гейм-сервис, еще что-нибудь, еще что-нибудь. У нас много блоков, все они хотят подписываться на события, все они хотят друг о друге знать. Соответственно, что если таких оптируемых модулей очень много? А как бы реализовать в каждом паттерн, вот в каждом модуле прописывать все эти функции на реализацию, кажется, что это не круто. Причем, ладно, здесь, здесь всего 15 строчек, которые, по сути, если ставить браузер, они не заработают. Тут надо добавить всякие проверки, что у нас есть массив, что он не англ-файн, там, в общем, еще достаточно много логики надо реализовать, чтобы довести это до ума. То есть это задание на троечку с минусом, а вы должны будете сделать хорошую реализацию или подсмотреть и понять, как она работает и реализовать у себя все равно самостоятельно. Вообще, было бы круто, если бы была возможность запускать эти события, ну, коллбеки, асинхронные-синхронные, в зависимости от флага и, короче, много чего еще. Вот. Хороший паттерн, как я говорил, в обработчике add-invent listener возвращает функцию отписки от событий, чтобы не хранить все функции, ссылку на функцию. В общем, множество доработок. Получается, что, по сути, это нифига не 15 строчек, а вполне себе огромный такой большой файлик. И вот каждый раз вот это все дублировать во всех вот этих местах это как-то не очень. Как можно вот... Плохо дублирование кода. Как можно от этого избавиться? Какие есть варианты? Да, выделить Absorable в отдельный модуль и отнаследоваться от него, да? А если таких модулей интерфейса будет несколько, то есть на связи Absorable был, есть Logo был, есть Serializable, в общем, все эти штучки из... В общем, в JavaScript нет интерфейсов, не получится, как бы. И на самом деле это как-то... Ну, блин, у нас есть какой-то непонятный Absorable был, да? И мы от него наследуем все наши модули, как бы. Инкапсуляция это то, что все функции внутри, это вообще никак к этому не относится на самом деле. Вот, то есть это, кажется, тоже не очень хороший вариант, а как сделать все-таки получше? Так вот, есть такая вещь, как Pattern Primis или Mixin. Что это такое? Это класс или объект, реализующий какое-то выделенное поведение. То есть у нас есть маленький кусочек поведения. Вот эти три метода on, off и emit, да? Мы взяли, реализовали это в каком-то классе или объекте, то есть необязательно класс использовать, можно просто объект. и они используются для уточнения поведения других классов. Не предназначены для самостоятельного использования, но решают проблему множества наследования. То есть отличаются от интерфейсов тем, что содержат уже готовый функционал. Как бы в Java тоже, ну и в других языках со статической типизацией тоже нельзя наследоваться от множества классов. Как бы, да, есть интерфейсы в таких языках, но реализацию этого интерфейса, она на совести разработчика остается. А как бы вот реально вот этот маленький выделенный кусочек, который вот, вот он реализован и все. И нельзя взять и заиспользоваться очень просто. А Mixin позволяет это сделать. Подробнее в статье или на сайте. Как бы, как это работает? То есть у нас есть объект, просто объект, у него реализованы три функции. Так тоже можно писать, если что. Ага, и мы создаем какой-то класс UserService. Вот, например, в конструкции вызываем метод thisEmit. А откуда он берет thisEmit? А вот на 12-й строчке мы в прототип UserService подмешиваем все вот эти три функции. Все понимают, почему это будет работать? В JavaScript реализована прототипная модель наследования. То есть это означает, что если вот this внутри конструктора ссылается на экземпляр класса, верно, да? Вот, у любых объектов в JavaScript есть свойство точка prototype. Так как точка prototype это тоже объект, то у него есть свою точка prototype и так далее, пока мы дойдем до null. Как бы в конце всегда будет null. Так вот, если мы ищем какое-то свойство внутри объекта и не находим внутри именно этого объекта, мы начинаем искать это свойство внутри прототипа, а потом внутри прототипа прототипа и так далее, пока не дойдем на null. Соответственно, если какие-то методы, например, toString, реализованы в самом-самом-самом нижнем прототипе, от которого уже наследуются все остальные классы, то поэтому получается, что метод toString есть вообще у всех объектов в JavaScript. Вот, это реализовано таким образом. Соответственно, мы идем в сервис прототип и вот эти три функции просто копируем одной функции. Object Assign знаете, что делать? Это типа jQuery Extend, только который в стандарте есть. Вот, и поэтому, когда здесь мы this emit ищем, если в классе userSeries этот this emit не определен, можно как бы переопределить, написать свою реализацию, то он найдет этот emit в прототипе объекта, соответственно, он возьмет его отсюда. Таким образом, мы в одном месте написали эти три функции и во всех модулях, которые хотим сделать обсерву модулями, просто приписали вот такую одну строчечку. Хоп-хоп-хоп. Как бы, и все работает. Стало понятнее? Надеюсь. Может быть, какие-то вопросы, а то 40 минут лекции прошло, я не знаю, знаете ли вы, понимаете ли вы, о чем вообще речь там? Нет? Да? Нет? Что? Ну, ладно. Как бы, а что кроме наследования? Как бы, да, конечно, наследование это круто, но все равно эта история, она не выглядит такой прям стабильной. А что если у нас в модуле будет несколько таких миксинов, и у нас в миксинах эти все методы будут называться по-одинаковому? Ну, вот в большой крупной системе 100% так произойдет. Это просто абсолютно 100%. И такая система получается тоже не очень защищена. Как бы, можно ли сделать как-то лучше? А очень хороший пример, который можно, который очень хорошо иллюстрит идею, которую я сейчас скажу, это задачка, как создать класс МФУ. У нас есть, типа, черно-белый принтер, есть класс цветной принтер, есть класс сканер. Вот, мы хотим создать МФУ. Вот, как выстроить вот эти вот цепочки наследований, чтобы это сделать? Что, от чего я должна наследоваться? Может быть, создать какие-то общие супер-классы, что-нибудь еще. Вот, какие у нас есть идеи? Откуда вы все знаете? да, на самом деле, не знаю, как в других языках программирования, но, ну, в других, в общем, в других сферах разработки ПО, но в JavaScript композиция всегда лучше наследования. И большинство классов, большинство классов, кроме вот прям, ну, реально очевидных случаев, когда у нас есть блок, баттл-блок, когда прям реальный композит, наследование нужно применить, стоит применять место наследования композицию. То есть мы берем в объекте Info, просто сохраняем ссылки на вот эти три элемента. Соответственно, если мы вызываем этот скан, то мы вызываем его у сканера. Если мы хотим распечатать что-то, мы берем какой-то флаг, типа в цвете или не в цвете, вызываем в зависимости от этого флага либо зис-чв-принтер-принт, либо зис-цветной-принтер-принт. И вот такая вещь позволяет избавиться вот от этой проблемы, когда у нас вот здесь могут приобретаться методы. Мы можем взять и в юзер-сервис в зис.observable сохранить ссылку на этот элемент обсервable и вызывать вот эти методы, проксировать, по сути, в свойства класса. Эта история используется очень часто. Это достаточно распространенный пример, который позволяет писать гораздо проще. А наследование в приложениях создает очень сильную связанность. То есть это очень сильный контракт, который вы заключаете между двумя модулями. Поэтому если вы отнаследовались от одного модуля, а потом захотели в этом одном модуле что-то внутри поменять, то у вас поменяются все классы-наследники тоже. То есть мы изменили одну строчку, а у нас все разрушилось как бы не очень хорошо. А если здесь мы изменим одну строчку и чб-принтер перестанет работать, то цветной принтер и сканер все равно останутся работать. И по сути у нас будет сломана маленькая часть системы, которую мы легко поправим. А что если будет много обзервов в модуле? То есть какая история? Окей, у нас есть юзер-сервис, есть что-нибудь еще, аут-сервис, логин-сервис, гейм-сервис. У нас есть блоки, блоки, блоки. Они все друг на друга подписываются на какие-то события. Некоторые блоки имитят много событий, типа зарегистрированы, разрегистрированы, пришла ошибка, у нас протухла сессия. И получается у нас как бы все равно в итоге все модули знают о том, на какие модули они должны подписываться. В Мейнджи есть много строчек, где что-то одно подписывается на что-то другое. И если мы захотим в этой истории поменять юзер-сервис какой-нибудь, переименовать его, то нам придется все равно во всех местах, где мы подписывались на эти события юзер-сервиса, переименовать этот гребаный юзер-сервис. А если у нас какое-нибудь, допустим, какое-нибудь событие поменяло свое название, то нам придется это везде название, это все вот везде переименовать. Это все равно очень стрёмно. То есть, по сути, паттерн такой не универсальный. Людишки взяли и придумали еще новое крутое словечко и придумали другой паттерн. Паттерн-медиатор. Когда в системе присутствует большое количество модулей и их прямое взаимодействие друг с другом, даже с учетом применения Publish и Subscriber подхода становится слишком сложным, имеет смысл взаимодействия все со всеми. То есть, это когда модули подписываются, ну, блоки подписываются на сервисы, в сервисе иметь сообщение, а заменить на взаимодействие один со всеми. То есть, это когда будет какой-то один элемент, на который все будут подписываться, но на его одного. И в котором все будут имитить события, но только в нем. Вот. Для этого вводится некий обобщенный построительник, медиатор. То есть вот если в этой системе все модули знают друг о друге, то здесь модули друг о друге не знают. Но они все знают вот об существовании вот этого одного элемента. Но согласитесь, количество стрелочек стало немножко меньше. Как бы, что это такое? Это обсерву был, в котором кроме него ничего нет. Все просто. Только вот эти три функции. Обычно в приложениях, веб-приложениях называют эту вещь event bus, типа шина событий, что-нибудь такое. Вот. И в main.js мы что делаем? Мы создаем, ну, импортируем event bus из какого-то модуля и создаем, допустим, глобальную переменную. Ну или не глобальную переменную, вы знаете, как их и не избавляться. Вот. А в модулях, в модулях у нас, смотрите, у нас нет зависимости на какие-то другие сервисы или блоки. Мы просто в какой-то момент сообщения вызываем window.bus emit. Вот. А все остальные блоки, которые на это событие хотят подписаться, они знают вот window.bus.on. Взяли и подписались. Таким образом, модули, ну, знают не каждый о каждом. То есть, если отмотать немножко назад, то там user-сервис знал о том, что такое scoreboard-блок. Или где-то в main.js было прописано, что у нас есть scoreboard-блок. А здесь уже именно модуль внутри себя подписывается на какое-то событие. То есть, не в main.js есть модуль, подписывается на событие, а внутри себя. Он знает, что у нас есть переменная баз, в которой есть вот такой интерфейс, pub-sub. И мы возьмем и внутри себя подпишемся. И никто снаружи не будет знать, что мы подписались. Соответственно, где-то в другом модуле мы это событие сгенерируем. И никто снаружи не будет знать, что мы его сгенерируем. Но посредством вот этого вот база это событие прокинется с одного модуля в другой. То есть, мы еще сильнее увеличили модульность системы. То есть, теперь, если мы захотим, допустим, поменять юзер профайл полностью, то мы изменим только один файл. Вот реализацию этой вещи. Все остальные файлы от этого не пострадают, потому что они не знают о том, что где-то существует какой-то юзер профайл. Общение между этими двумя модулями происходит через общего посредника. Глобальные перемены зло. То есть, вместо такого, как бы, за такое сразу будем руки отрывать, все дела. Как бы, минус баллы, минус баллы, хоп, вы отчислены. В общем, стандартная ситуация. Как от этого можно избавиться? Снова паттерн, снова умная словечка, за которую вы меня, возможно, уже не любите. Паттерн синглтон. То есть, что это такое? Например, вот самый простейший способ. Мы экспортируем из модуля не функцию конструктор, а уже готовые переменные. То есть, из модуля не обязательно экспортировать классы. Можно классировать все, что угодно. Мы взяли и создали одну переменную. Соответственно, а сам класс EventBus, мы нигде, никуда он не светится. Он находится внутри. Таким образом, вся наша система знает только об одном экземпляре этого гробанного EventBus. И создать новый она не может, потому что вот этот бас, он спрятан. Мы его не экспортировали. Соответственно, во всех других местах, где нам нужен этот бас, мы взяли и импортировали именно его. И подписались на него. Таким образом, эта переменная баса, она уже не глобальная, а локальная. Берется из модуля. Вот. Это простейший на самом деле реализация паттерна синглтон. Не нужно крутить какие-то тысячи строк сик плюс-плюс кода, чтобы это все реализовать. Очень просто. Мы экспортируем не класс, а экземпляр класса. Лучше, чем контекст. А в Java скрипте нет контекста. Нет. А в C-существе контекст не противно через него глобальный перемен. Ну, то есть, по сути, реализовать то вот это вот добро. Вот еще немножечко, буквально тут совсем чуть-чуть, да? Вот как-то так, да? Через модуля какой-нибудь передавать. То есть, у нас все вот эти переменные, все вот эти блоки будут в одном каком-то контексте. А если они внезапно будут называться одинаково, то у нас все, вся наша система разрушится. Ну, объект контекста, это понятно. Но просто суть в том, что в этом контексте, кроме этого объекта, существуют еще какие-то другие, да? Вот. Потенциально вообще все объекты, которые там есть. Мы просто используем нужные. Но это все в статический типизирующих как программирования. За этим всем следит вот именно компилятор. Не используете ли вы чего-то лишнего. Но если у вас JavaScript и у вас есть какой-то объект, в котором все эти модули находятся, то вы из своего модуля можете в этом контексте что-нибудь начудить. Взять и удалить оттуда переменные. У вас все сломается. Кроме этого, по сути, ну, если у вас в контексте много модулей, то получается у вас контекст зависит от множества модулей. Какой-то ваш модуль зависит от этого контекста, получается, он через него зависит от множества модулей. Вот слишком много зависимости получается проще, гораздо проще. именно в JavaScript мире, ну, просто специфика, вот явно, явным образом указать, что мы зависим от, вот, вот, бля, сколько там листать. Что мы зависим только от конкретно этого модуля. О чем я говорил в самом начале. Явные зависимости лучше неявных зависимостей. Вот. Когда у нас через контекст что-то там передается, это уже похоже на магию. А здесь понятно, что у нас есть clafile, у нас есть bass, и вот мы его используем. Можно более хитро, например, можно взять и в event bass создать какую-нибудь переменную типа instance, да, свойство. Статическое свойство. По сути, это является статическим свойством. Вот. И если у нас это... И на создание, ну, на вызов конструктора проверять, а есть ли у нас это переменные в event bass, но есть ли это свойство статическое. Я говорю статическое, потому что оно похоже на статические свойства в других языках программирования. Но, по сути, в JS нет ни static, ни public, ничего такого. Все паблик, все можно менять. Вот. И мы возвращаем из конструктора эту переменную. Как бы в JS можно взять и из конструктора просто вернуть что-нибудь другое. Без проблем. И это будет работать. Вот. Соответственно, если у нас этой переменной нету, то есть мы создаем экземпляр класса в первый раз, то у нас выполняется какая-то логика инициализации, и мы вот в эту переменную сохраняем ссылку на ZIS. Вот. И, соответственно, при следующем каждом новом вызове конструктора, у нас вот эти все объекты, которые будут возвращаться, они будут одинаковые. Вот. Можно и так. Пожалуйста. Вот другая реализация паттерна синглтон. Вот в каком еще языке программирования, ну, кроме, ну, кроме собачка синглтон, можно реализовать синглтон с четырьмя строчками. Как бы вот такая гибкая история. В чем минус? Что-что? А, ну, окей. Ну, я как бы, наверняка во многих можно. То есть вот в джессе это не rocket science. Тут всего 10 строк, а, пожалуйста, вот вам синглтон. Причем, если убрать комментарии, то их еще меньше. Что-что? Ну, это просто, это просто очень просто. Это не какая-то там rocket science. Это совершенно очевидно и элементарно. Просто надо заплатить джесс. В чем здесь минус? Ну, или даже плюс. Мы можем взять и, допустим, импортировать этот класс EventBus и EventBus.instance равно null сделать. И, по сути, мы как бы хоп, сломаем нашу систему, у нас уже не синглтон. Но, с одной стороны, это плюс. Ну, в том плане, что даже синглтон иногда бывает нужно создать заново. Ну, например. А с другой стороны, это минус. И можно просто не в какое-то свойство класса запихнуть, а в переменную локальную, которая будет доступна только внутри этого модуля. И такой синглтон уже никому не сломать, ни за какие коврижки. Так вот, это все к вопросу о хорошей декомпозиции, о том, как сделать ее слабосвязанной, о том, как минимизировать зависимости модулей друг от друга. О чем это все было? О том, как вот это сделать. Про-типс. Это минимизировать использование глобальных зависимостей. То есть, по идее, у вас не должно ничего браться глобально из Windows вообще никогда. Все должно импортироваться явно, не использовать неявные зависимости через контекст, вот это все пробраться. Это, конечно, интересно, но это магия. В JSON можно без магии, в JSON можно все просто. И минимизировать связи между модулями. То есть, модули потенциально не должны знать о существовании других модулей. Как-то пытаться выносить их взаимодействие с помощью таких вещей, как Amzern, Mediator, ну или нескольких других, но которых вы все-таки прочитаете сами. Вот по этим ссылкам. Есть такие вещи, как Inversion of Control и Dependency Injection. Это одна буковка из аббревиатуры Solid. Найти хороший материал по этой теме оказалось сложновато на русском языке. Я сказал на русском. Но вот, например, здесь или вот по этим двум ссылкам вы можете прочитать вот именно то, как это во фронтенде или в JavaScript используется. Вот. Это, наверное, менее актуальная тема для JS, потому что можно проще. Но, допустим, в мире Angular это используется достаточно активно. Вот. И если взять Pattern Mediator и попытаться развить эту концепцию сильнее и дальше, то существует такая вещь, ну, возникает такая история, как Event Driving Development. То есть это когда у вас в приложении есть один бас, есть все модули, которые на него подписаны, и команды между модулями подаются в виде событий через этот модуль бас. То есть обычная история, это когда модули подписываются на события, допустим, что-то изменилось. Но модули, по идее, могут как бы взять и, по сути, через события передавать команды какие-то. То есть вот эта модель акторов, которая используется, прям так любят ее в Java и во всех других статических языках, по сути Event Driving Development это вот какой-то из видов модели акторов. Об этом можно прочитать на этой статейке. Как бы это чуть-чуть сложнее, но зато это способ заресерчить и сделать, возможно, круче, чем то, что я вам показывал. Вот, и еще много всего. То есть на самом деле не существует каких-то строгих, прям, ну, кроме того, строгих каких-то прям фиксированных правил. Делайте так, а не как иначе. Можно творить, можно делать интереснее. Есть такие вещи, как RXJS и много-много разных других вещей, которые вообще по-другому смотрят на то, как программировать веб-приложение. Поэтому, если вы придумаете что-то свое интересное, если это будет клево, если вы сможете это защитить на рубежном контроле, то, пожалуйста, никто вас не ограничивает в выборе подходов. Есть очень крутая статья про то, как делать хорошую декомпозицию, как проектировать хорошую архитектуру или как создать табуретку, называется статья на Хабре. Вот на русском языке там про это все расписано чуть-чуть подробнее. Советую вам тоже на ней остановиться. Вот, как бы окей, что мы... Давайте, наверное, есть какие-то вопросы на эту тему? Я могу поотвечать 5 минуточек. Может быть, вы что-то хотите узнать. Отвечаю, вещаю, вещаю, а вы, возможно, что-то уже совсем уехали на Луну, на Марс, не одупляете, что происходит. Короче, вопросы? У нас в проекте есть шумунца парк. Так. И он автоматически декорирует функции, которые глобальны. Что делает пак? Пак это, по сути, функция, которая читает файлик и возвращает другой файлик. Ну, то есть мы читаем файлик с шаблоном, возвращается файлик с JS функцией. Если мы ее подключим в явном виде, то, да, конечно, она что-то запишет в Windows. Но ему никто не мешает. Надо написать еще свою функцию, которая будет читать этот файлик и добавлять сверху вот такие вот строчки. Типа... Никто не мешает сделать функцию, которая будет читать файлик и добавлять сверху вот такую строчку, а снизу приписывать вот такую строчку. И, допустим, назвать эту не Modules, а Window. Да? Можно взять и назвать переменную Window. Таким образом, внутри этой функции у нас запишется не в настоящий Window, а вот в этот наш AllModules. И это никто не мешает вам сделать. И на самом деле так и делают люди. И это совершенно стандартная история. То есть используются такие вот вещи. То есть, да, разумеется, использовать пак в чистом виде это неправильно. Нужно вокруг него еще обертку такую реализовывать, да. Нельзя. Но вы не сможете не пихать. Нельзя. Но вы не пихать не сможете. Потому что как минимум одна функция должна быть всегда в Window. Но чаще всего за вас это делать в библиотеках. Ну, requireJS, например, тот же самый. Вот. Он внутри Windows создает специальный объект, ну, функцию require, которая глобальная, во всех модулях доступна, но она одна такая. Вот. Так что, да, без глобальных переменных совсем не получится. Но с одной глобальной переменной жить можно. Это не так страшно. Если вы будете знать, то что она есть и не будет никогда ее менять. Вот. Думать об одной глобальной переменной проще, чем о сотнях тысячах. Да. С нативными ES6 модулями, которые поддерживаются только в Chrome и в Safari, там вообще можно без глобальных переменных. Потому что браузер внутри себя создает глобальную переменную, которая из нашего JS кода недоступна, по сути. Вот. Что? То есть буквально с последних кодах, что-то. Да, который не работает везде, кроме двух последних браузеров. Ну, то есть, разумеется, но вы пишете здесь для последнего хрома. Нужно уметь разрабатывать в настоящем мире. История, когда мы останемся только с ES6 модулями, это дело следующего десятилетия. Точно. А сейчас у нас есть старый браузер, в котором нужно использовать required.js и прочие-прочие-прочие вещи. Вот. Так что знать о том, как это работает, полезно. Потому что это все еще наше сегодняшнее. Это наше сегодня. Вот. А ES6 модуль — это все-таки все еще завтра. Вот. А мы в них не можем работать с глобальными переменами? Можем. Виндове точка что-нибудь равно что-нибудь без проблем. И так нельзя делать. Почему? Ну, так не следует делать. Не, ну, например, такие вещи, как document.create.element, оно лежит в Windows, да? Но это часть стандарта. Понимаете? Хост-объекты, возвращаемся к самой второй лекции. Хост-объекты, так как они в стандарте описаны и стандартизированы, то их использовать можно, потому что они в любом браузере одни и те же. Ну, плюс-минус. Но создавать какие-то свои объекты — это все-таки не очень хорошо, потому что вы создали свой объект, какой-то другой кусочек кода создал свой объект, программист Васи еще создал свой объект, так как вы работаете в команде, вы же не будете создавать глобальный реестр глобальных объектов. В общем, и рано или поздно возникнет упс. Вот. Поэтому создавать свои глобальные переменные — это плохо. Но не использовать у вас их не получится, потому что хост-объекты — это вот именно они есть. Например, undefined, даже undefined — это тоже window.undefined на самом деле. И можно его переопределить без проблем. И, по сути, как бы потерять undefined, как бы easy. Вот. Но есть способы, как его обратно вернуть, так что ничего страшного, JS живет, JS не ломается. Есть еще что-нибудь или идем дальше? Зачем я вам это рассказываю? Как бы это все? Да, конечно, это JS-код, но плюс-минус подходы, которые здесь описаны, они справедливы не только для JavaScript, не только для веб-разработки, не только для JavaScript, но и в целом плюс-минус в любой разработке ПО. А мы же с вами все-таки говорим о том, как создавать сайты. И конкретно для веб-приложений человечество, лучшие умы человечества, придумали более конкретные советы, как бы не абстрактные, используйте медиатор. А более конкретные — делайте так, так и так, и будет вам хорошо. Собственно, таких паттернов, шаблонов, подходов, архитектур, концепций, их на самом деле много. Я расскажу вам о наиболее популярных, наиболее простых, таких мейстримных, скажем так, шаблонах. Это шаблон MV-звездочка. Почему MV-звездочка? На самом деле это несколько различных MV-паттернов для проектирования веб-приложений. Это всем известные MVC, MVVM, MVP, еще много-много MV еще-нибудь. Они все как бы плюс-минус одни и те же, отличаются в деталях. Ну вот именно вот в том, что идет после MV. А первые буквы у них всегда одинаковые. Вот, соответственно, я расскажу вам скорее о первых двух буквах, а о том, что такое третья буква, это уже не такая прям четко регламентированная штука. Так вот, шаблон MVC расшифровывается как модель вид-контроллер, модель состояния поведения, бла-бла-бла. Короче, о чем это? Это простой способ построения структуры приложения, целью которой является опять отделением бизнес-новики от пользовательского интерфейса. То есть, если взять все ваше приложение и начинать его декомпозировать, то на первом шаге в шаблоне MVC нужно разделить его на два блока. Это бизнес-логика отдельно, пользовательский интерфейс отдельно. Это кажется логичным, что если вы захотите поменять стиль на картиночке, ну, на какой-нибудь страничке, то та часть, которая делает гет-запросы, как бы об этом не должна знать. Ну, зачем ей? Если на каждое изменение CSS придется полностью все переделать, это как бы плохо. Вот, соответственно, первый шаг к декомпозиции – это логика отдельно, UI отдельно. Вот, соответственно, в результате приложение легче масштабируется, тестируется, бла-бла-бла, и, в общем, все прелести декомпозиции. Так вот, что такое модель MVC? Это модули, которые содержат бизнес-логику приложения, методы для получения обработки данных, какая-то валидация, гет-запросы, пост-запросы, сохранение в какой-нибудь local storage, еще что-нибудь, высчитывание там всяких разных вещей, там, хотите вы что-нибудь посчитать. Вот это все в моделях. То есть только бизнес-логика. Они не взаимодействуют напрямую с пользователем. То есть это, по сути, код, который можно взять и использовать вообще не в браузере, а в Node.js, или вообще в десктопе, или странспилировать Ruby, использовать Ruby без проблем. То есть он должен быть написан таким образом, что он, по сути, не должен зависеть от окружения вообще никак. То есть если мы реализуем алгоритм шифрования, на самом деле это не модель, это вообще либо. Но, по сути, как бы алгоритм шифрования, какой-нибудь там, допустим, через XOR, да, самый сложный, он должен уметь работать независимо от того, где он запущен. Ну, это было бы логично. То есть писать код, который работает во всех окружениях. Собственно, модель — это именно такой код должен быть. Они никогда не генерируют никакого HTML или не управляют отображением данных. Никогда. Они могут хранить в себе данные, они могут взаимодействовать с другими моделями. То есть если у нас модель коллекция, например, коллекция юзеров, это, по сути, массив из моделей юзеров, да? То есть, получается, модели могут работать с другими моделями, вот. И получается вот такая бизнес-логика. Короче, представление или вьюхи, как бы, это модули, опять же, которые отвечают, не модели, а модули. Ну, в общем, да. Отвечают за отображение данных, содержат в себе вызовы шаблонизаторов, создание блоков, компонентов, навешивание довент-листеров. Вот все, что связано с версткой, все, что связано со страничкой, с домом, это во вьюхах. Они получают данные напрямую от модели или от контроллеров, ну, специальными разными способами. Они взаимодействуют с моделями посредством контроллеров, то есть не напрямую. Модели не должны знать о интерфейсе. Вот в чем суть. Мы отделяем бизнес-могику от UI. И они являются посредником между пользователем и контроллером. То есть пользователь видит верстку, кликает на кнопочку, модель знает, ага, кликнули на мою кнопочку, вызову, какая что-нибудь там в контроллере, например, если это медиатор, то я в нем создам событие какое-нибудь. А дальше же какая-нибудь модель подпишется на это событие и что-нибудь там сделает, например. Или даже вообще не так. Контроллер сам внутри себя возьмет, какую-нибудь модель найдет и что-нибудь там в ней сделает. Что-нибудь такое. Вот, и контроллеры, они, по сути, являются связующим звеном приложения. То есть, разумеется, у нас все приложения — это бизнес-логика и отображение. Ну, вот так в вебе заведено. Бизнес-логика отдельно, отображение отдельно, но это все друг с другом должно же как-то взаимодействовать. Так вот, посредством контроллеров, они реализуют взаимодействие между вьюхами и моделями, взаимодействие вьюх друг с другом, должны содержать минимум бизнес-логики и быть максимально простыми в конфигурации. То есть, по сути, если, допустим, контроллер — это observable какой-нибудь, event-buzz, то можно же, по идее, создать модуль, который будет принять на вход какой-нибудь просто объект с названиями событий и названиями функций, которые на эти события должны подписаться. И этот код, ну, и какая-нибудь хитрая функция будет внутри цикла вот эту подписку реализовывать. Таким образом, если вы захотите что-нибудь новое добавить, вы просто в этот объект, по сути, в config.js какой-нибудь добавляете какое-нибудь новое поле. И у вас все приложение таким образом расширяется. То есть, логика контроллера, она довольно типичная, и большая ее часть всегда выносится в базовые классы. Апсервабл, вот этот event-buzz, вот это вот все из той истории. И в отличие от моделей, логика которых, как правило, довольно специфична для конкретного приложения. То есть, контроллеры — это те вещи, которые во всех ваших веб-приложениях должны быть одни и те же. Вот, а модели — это те вещи, которые реализуют именно вот то, чем ваше приложение отличается от другого. Как бы класс event-buzz, он везде один и тот же. Обычно вот эти все контроллеры, они выносятся во фреймворки. Например, Backbone, Angular — это все просто набор контроллеров. А мы регистрируем в этих контроллерах наши блоки, модели, сервисы. И все наше приложение начинает работать. Это как бы просто способ, как... Ну, в общем, это хорошие... В общем, блин. Короче, разумеется, по инструкции нифига нельзя написать. Но если ее исследовать, скажем так, ей, и пытаться как-то ее адаптировать для вашего случая, то в целом получается всегда очень хорошо. Собираем все в IDE. Как нам сделать шаг в сторону MVC? Сейчас у нас, например, в sample, по сути, есть какие-то блоки, да, есть какие-то HTTP, Class User Service, но, по сути, там одностраничник все равно. Он просто разнесен на разные модули, но никакой декомпозиции, никакого MVC в нем нет. И у нас все равно там есть main.js, который 200 сток содержит в себе и содержит перемешку и отображение, и походы в базовых данных, и get-запросы, и все вместе. Так вот, как нам вот это все добро сделать красивым, чтобы глаза не лопались, когда ты на это смотришь? Это алгоритм, который, ну, пойдя по которому, вы точно придете к успеху. Но он не фиксирован. И, как и все, что мы вам рассказываем на лекциях в разделе практики, вы должны доработать и попробовать сделать лучше. А как там быть? Мы создаем базовый класс Vue какой-нибудь, да, базовый класс. Что такое Vue? По сути, как можно создать Vue? Мы смотрим на наше приложение на этапе прототипирования, да, интерфейсов, проектирования интерфейсов. Это все там. И смотрим, ага, у нас есть приложение экран-меню, да, экран, прям страничка с меню, страничка с списком пользователей, страничка с профайлом. Вот, пожалуйста, у нас есть уже три Vue. У нас есть базовый класс Vue, у нас есть меню Vue, Signup Vue, Scoreboard Vue. Что у нас в приложении происходит? У нас Vue-хи одни исчезают, другие появляются, да. Пожалуйста, в базовом классе Vue у нас метод Show, метод Hide, да. А в его реализациях, конкретных Vue-хах, мы уже занимаемся тем, что описываем, как отображается какая-то часть приложения. То есть то, что в меню Vue содержится менюшку, оно прописано в меню Vue, а то, что в меню Vue может скрываться, оно прописано вот в классе родительском. То есть вот это та история, в которой на следовании все-таки имеет место быть, потому что оно здесь реально нужно. Вот, соответственно, содержимое Vue генерируется с помощью шаблонизатора. То есть идеальное SPA, за что нас ненавидят сегошники и прочие люди, это когда у вас в индекс HTML, body, закрывающая угловая скобка и slash body. Внутри индекса HTML ничего не должно быть. Все должно генерироваться динамически. Ну, подключаются скрипты в индекс HTML, да. Вот, вот это самая идеальная SPA, которая вот прям максимальная SPA. Вот, а вся верстка должна генерироваться с помощью шаблонизаторов. То есть все ваши истории, когда у вас вся верстка уже была в доме, а вы просто ее находили через ID-шники, это плохой способ, это не MVC. Почему? Потому что это нарушает все вот эти вещи, о которых я вам рассказывал. Вся ваша верстка находится в одном месте, и когда вы хотите что-то поменять, вам нужно идти вообще в индекс HTML и делать из себя верстальщика, верстать что-то ручками. То есть мы же не верстальщики, мы программисты. Поэтому все вот это добро у нас должно быть взять с помощью шаблонизаторов. А далее на основе уже имеющейся разметки создаются блоки и компоненты. Либо они генерируются динамически, если это, допустим, какие-то сложные компоненты. То есть вот мы создали, допустим, профайл, да. Там что написано? Там не профайл, а давайте страничку view-about-view, да. Там написано кто мы, что мы и ссылочки. Разумеется, эту штуку можно сгенерировать из шаблонизатора. И мы ее один раз генерировали и забыли, и дальше просто скрываем, показываем. Но какие-то сложные компоненты, например, view-ха со scoreboard. Там у нас есть табличка, которую в определенный момент нужно перерисовывать. Соответственно, мы можем сгенерировать view-ху всю из шаблонизатора. В ней оставить место, ну скажем так, div, ну-ка, scoreboard. И в этот div уже динамически создать из JS компонент scoreboard table, да. То есть у нас какая-то часть разметки генерируется с помощью шаблонизатора, статическая, а динамическая часть разметки, с которой мы должны взаимодействовать, она уже создается из блоков и компонентов. То есть блоки компонента никуда не уходят. Блоки компонента используются в одном месте, а шаблонизация в другом месте, и они вместе друг друга дополняют. Вот. И каждый момент времени активна только одна view-ха, а переключение между ними происходит по какой-то логике, там, по нажателю кнопочки. Этим всем уже рулит контроллер. То есть вот примерно такая архитектура вашего приложения плюс-минус должна быть вот на конец этого семестра. То есть вот это вот именно уже архитектура. Вот в эту вещь можно легко добавлять новые view-хи, можно легко убирать имеющиеся, можно их модифицировать, не нужно ради этого перелопачивать пол приложения. Соответственно, если вы сейчас все это сделаете правильно, то до конца семестра вам не придется переписывать. Вот. А если где-нибудь накосячите, и наркайта всплывет, и в итоге... Сейчас я отвечу. В итоге через месяц вы поймете, что блин, вот-вот я месяц назад делал какую-то фигню, то вот-воп-вот набивание шишек вот собственно и есть. Да? Что-что? Так. 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 Что значит страница? У вас есть... У вас теперь нет страниц, у вас есть меню view. Меню view это папочка, да? В ней лежит меню view.js, меню view.html какой-нибудь пак, да? Пак, шаблон, компетируется в функцию, функция вызывается внутри шаблонизатора. Вот. Но вот это как-то так работает, да. Да. Это в принципе как и должно быть. Вот. То есть в идеале у вас не должно быть HTML-разметки в то индекс HTML вообще никакой. Ну, плюс-минус. На самом деле какая-то должна быть, об этом чуть позже. Вам все равно придется все переписать, не надейтесь. Но о том какая и в каких случаях об этом будет позже, как бы. А сейчас я закинул удочку, как бы. Вот. В общем, вот это примерно то, как стоит реализовывать. То есть если у вас вообще нет идей, как вы хотите это сделать, то можете делать по инструкции. Если вы крутые чуваки и решили уже пилить свой фреймворк, как некоторые здесь сидящие, то флаг вам в руки. Если вы напилить его крутым, то будет вообще очень зашибенно. Но в любом случае, если он хороший, то он будет очень похож на это. Ну, так обычно бывает. Потому что MVC, ну и MV звездочка, это в целом история, которая про веб вот она прям вся. И не только про веб. Вопрос? Да. А что делать верстальщикам? Что делать верстальщикам? А я не знаю. А среди нас верстальщиков нет. Нет ответов. Я в целом. Среди нас нет верстальщиков. Да. Ну, смотри, у нас же есть шаблон, да? Да, да. А в шаблоне, по сути, ну типа html. Ну, в формате каком-нибудь. А там же есть классы в этом html, да, встроенные. Ну, то есть верстальщики, они верстают макет. Ну, макет. Статический html. А мы уже, программисты, этот макет разрезаем на блок компонентов в юхе и реализуем в виде кода. Вот так это происходит в целом в большинстве контор. Или в самых хороших конторах нет верстальщиков, есть фронтенд-разработчики, которые и JS знают, и верстать имеют, и CSS знают. Они берут макеты и уже на основе своего опыта нарезают макеты PSD уже в готовые компоненты. Или используют в готовой библиотеке компонентов. И, по сути, просто конструируют макет и выравнивают его в шаблоне. То есть вот это все происходит так, на самом деле. Верстка-верстка занимает в жизни фронтенд-разработчика очень мало времени. Например, в моей жизни вообще ничего не занимает. Я пишу серверные приложения на JS. Но вот Марина, например, сколько ты верстаешь процентов от всей своей... А когда вы пишите проект нуля, вам приходится новый верстать. Да. Но когда вы его уже реализовали, и у вас уже есть готовый... Вы пишите почту, которая написана. Да. Только JS. Все уже наверстанно за вас. Надо теперь сделать так, чтобы это правильно работало. Это JS. Вот. То есть, по сути, верстка, ну, это меньше, чем занимается. Поэтому на самом первом слайде, в самой первой презентации, я говорю, что фронтенд – это не только верстка. Вот. Верстки там очень мало. Но если у верстать лендинги и одностраничники, то там, да, там много верстки, потому что это вот такой тип приложений. Да. А, у меня есть продолжение. Офигеть. Ха-ха. Итак. У нас уже имеются сервисы и модули, которые выполняют роль моделей. Да. Панчлайн. Я их сам забыл уже. Вот. Как бы… То есть, то, что у вас буковка «М», по сути, у вас уже реализовано. То есть, юзер-сервис, какой-нибудь класс, который ходит в сеть – это вот, собственно, те же самые сервисы и модули, которые модели. Вот. А взаимодействие между частями приложения посредством контроллеров, например, медиаторов – вот то, что я вам рассказывал. Или какой-нибудь другой способ. Например, через Event Driving или что-нибудь еще хитренькое. Вот. Во время работы приложения управление передается между разными вьюхами, и мы стараемся уменьшить связанность приложения, отделив модели и представления друг от друга, испроведя правильную декомпозицию. То есть, вот это вот, вот эти пунктики – это, в принципе, то, как стоит делать приложение, как стоит его проектировать на этапе до того, как вы написали ни с точки кода. И какие именно архитектурные решения принимать, чтобы не приходилось потом все переписывать. На самом деле, есть еще небольшая часть, которая чуть меньше связана с предыдущей частью. Давайте, наверное, вопросы по MVC, по MVC-звездочке, что-нибудь есть еще? Нет? Окей. Во вьюхах нет бизнес-логики. Во вьюхах нет бизнес-логики. То есть, если при наведении на какую-нибудь… Если при нажать на какую-нибудь кнопочку надо выдвинуть менюшечку, то это не бизнес-логика. И вот это может быть во вьюхах. А вообще лучше сделать компонент меню и вот внутри компонента это все рулить. Вот. Компонент, блок, меню. Вот такой вот все. И что это может быть вьюха плюс? Ну, во вьюхе внутри нет. Выдвижение менюшечки – это не бизнес-логика. Оно везде есть. Компонент меню? Компонент меню, да. В нем что будет? В нем будет состояние, типа открыто меню или закрыто. Это не бизнес-логика. То есть, вот какие-то такие вещи. Блоки – вот это, собственно, оно и есть. Мы генерируем полностью всю верстку, а какие-то конкретные части, динамические, например, мы уже с помощью компонентов создаем сами. Вот. Есть еще какие-то вопросы? Окей. Давайте немножко поговорим о роутинге. Ну, ребят, еще немножечко и будет перерыв. Да. Через час 33 минуты перерыв. Ладно, я шучу, не будет перерыв. Короче, что такое роутинг? Как бы вернемся немного назад, да. У нас есть вьюхи, типа вот мы уже сделали кучу вьюх, да. У нас есть меню вьюха, скорборд вьюха, профайл вьюха, что-нибудь еще, signup вью, да. И они друг с другом взаимодействуют, может быть, посредством медиатора. То есть, но как-то, допустим, при нажатии на какую-то ссылочку надо знать, что нужно скрыть одну вьюху, а переключить другую вьюху, да. Ну, стандартный кейс. Мы хотим перейти между частями веб-приложения. Получается, что наши вьюхи должны друг с другом как-то взаимодействовать. Может быть, не обязательно напрямую, да, они могут быть через медиатор, но все равно должны. Так вот, какой недостаток? У вас уже у всех есть плюс-минус вот эта история, да. То есть у вас у всех уже какие-то элементы скрываются, какие-то появляются. Но попробуйте немножечко порефлексировать и подумайте, чем это отличается от сайта ВКонтакте. Есть какое-то отличие, которое прямо бросается в глаза сразу в ваших веб-приложениях? Вот контакт. Допустим, вот контакт от Гугла. Что? Они облагают, это не нормально. Не, не, ну... Вот, кстати, кто это сказал? Поднимись в руку. Кнопка назад не работает. Все поняли, о чем я? У вас тоже не работает кнопка назад? А URL у вас переключается в адресной строке? А ВКонтакте URL переключается? Как бы... М? Вот. То... В общем, вот это вот на самом деле очень большая проблема, потому что люди любят, когда переключаются рулы, люди любят, когда работает кнопка назад, и сохранение истории в браузере люди тоже любят. А у нас сейчас веб-приложении такого нет. Как бы... Как вы это делали в прошлом семестре в Django? Кто не знает, помнит? У вас были разные странички. У вас не было SPA, у вас просто мы нажимаем на ссылку, у нас перезагружалась страница, отправился get-запрос get-slash что-нибудь, slash-index.html и загружалась новая HTML-ка. А как делать эту историю, если у нас SPA? Если... Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, вот. Что такое роутинг, короче? В мире веб-приложений существует такое понятие, как роутинг. На самом деле оно существует не только на клиенте, оно есть и на сервере. То есть на сервере роутинг — это процесс определения маршрута внутри приложения в зависимости от запроса. То есть то, что вы у себя в Spring пишете собачка http, типа get-slash-что-нибудь — это вот именно через аннотацию настроивается роутинг. То есть на какой запрос, какую функцию вызвать. В Django контроллеры вот эти, они лежали просто в разных листах или назывались по-разному. Был какой-нибудь файлик типа all routers, и там это все регистрировалось. То есть поиск контроллера по запрошенному URL и выполнение соответствующих действий. Это роутинг на сервере. На клиенте роутинг позволяет установить соответствие между адресом в адресной строке браузера и вьюхой, которая будет отображаться в этот момент. То есть роутер — это, по сути, вариант реализации паттерна и медиатор для MV-архитектуры приложений, который взаимодействует не только с… ну, через который взаимодействует не только вьюхе друг с другом, но еще и вот с историей пользовательских переходов. Кроме этого роутеры решают, ну вот, они позволяют эмулировать истории перехода в SPA-приложениях. То есть, по сути, у вас все так и остается. У вас все еще одна страница, все еще один документ. Таким образом, взаимодействие и переключение между вьюх происходит посредством роутера. А сами вьюх друг от друга ничего не знают. Как это может выглядеть? У нас есть какой-то элемент роутер, да? Мы, допустим, это абстрактный пример API-шки. Ну, то есть как это может работать? Вы можете реализовать это по-другому. У нас у этого роутера есть метод регистра. Допустим, мы передаем первым аргументом путь, то есть url. И вторым аргументом, какую вьюху на этот url открыть, да? Соответственно, если у нас в адресном строке slash signup, то мы откроем signup. А можно, например, не именно url, а, допустим, в каком-то хитром шаблоне, в каком-то хитром синтаксисе, вот передавать, например, динамические параметры. Например, скорость pages и вот page, да? Соответственно, у нас же есть такие вещи, как погинация, есть такие вещи, как vk slash id, в которых url не фиксированы, а динамические. Вот. И, например, с помощью такого синтаксиса можно, допустим, эмулировать погинацию. Например, у роутера может быть метод, да? То есть перейти на такую страничку. Например, go.scores.page3. Переход на третью страницу погинация. Go signup. У роутера может быть, например, вот такой API, короче, может быть у этого модуля. У нас есть класс роутер, у него есть конструктор, метод register, метод start, go, back, forward, то есть из JS перейти назад, из JS перейти вперед. Вот так это может выглядеть снаружи. За счет чего все это работает? Внутри браузеров есть такая вещь, как history API. Это браузерная API, которая позволяет манипулировать историю браузера в пределах сессии. Можно, пожалуйста, потише, а то как-то слишком громко как бы вот. Давайте, окей. Спасибо. В пределах сессии, то есть мы откроем страницу и переходя по этой странице по ссылкам, мы можем с помощью history API возвращаться назад, вперед. Перейти, например, на какую-нибудь предыдущую страницу, которую мы открывали до этого нельзя. То есть только в пределах сессии, от загрузки сайта до перезагрузки. Вот. А именно история о посещенных страницах в пределах вкладки или фрейма загружена внутри страницы. То есть history API работает не только во внешнем фрейме, но и в айфреймах тоже работает. Вот. А также позволяет перемещаться по истории переходов и управлять содержимым адресной строки браузеров. Как это выглядит? Есть host-объект history, window.history, и у него есть разные методы. Вы можете сейчас в браузере вбить window.history, и там их будет на самом деле много. Основные — это back-forward, то есть back работает как кнопка назад, forward работает как кнопка вперед. Можно с помощью метода go переместиться на несколько записей, если вдруг нужно. Вот. window.history-length — это количество записей. window.history-length — количество записей, то есть сколько мы страничек по сути сменили. за время работы приложения. Вот. Как менять историю? Создается объект state. Ну, имеется какой-то объект state, и с помощью метода window.history.push.state мы можем изменить историю правоственных переходов. То есть первым аргументом передается объект состояния. На самом деле это может быть любой объект, но может быть что-нибудь завершито, какая-нибудь информация, которая нужна вам как разработчику. Есть заголовок, состояние page title, то есть это та вещь, которая будет ображдаться в списке истории. И, собственно, url новой записи — path name и query string. То есть это все работает в пределах same origin. То есть нельзя здесь запушь стейтить какой-нибудь другой хост. Это так не работает. Вот. Соответственно, мы можем… Push state работает как метод push в браузерах, ну, в MSI. То есть мы добавляем новый объект истории, новую запись. Можно с помощью replace state заменить последний объект на другой. То есть удалить последнее посещение, заменить его на другое. То есть это из push state, replace state. Все эти методы, если они отрабатывают правильно, то есть если мы их вызвали без ошибок, то изменяют url в браузере вот на тот, который передан. То есть вот именно так с помощью джесса мы можем менять url. То есть это только про смену url и про переход между url. Собственно, как же нам отреагировать на изменение url? Да, то есть если мы вызвали из джесса window history back, то мы знаем, что мы хотим пойти на предыдущую view. А если мы нажали на кнопку в браузере, на кнопку назад или там, ну… В общем, откуда джесс узнает о том, что мы это сделали? А есть специальное событие pop state, которое генерируется на объекте window каждый раз, когда активная запись истории меняется между двумя записями истории для одного и того же документа. То есть когда вы в пределах одного и того же документа перемещаетесь по истории, на каждое такое перемещение генерируется событие pop state. Соответственно, если вы только-только открыли вконтакте и нажали назад, то это уже перемещение между разными элементами истории и там вы уже не знаете, там уже эти события не генерируются. То есть это только в пределах вашей активной ассии. А простой вызов push state или replace state не вызовет события pop state. То есть оно вызывается только, когда изменение истории происходит не из JS, а там через UI пользователя, через браузерный UI. То есть, по сути, на кнопке назад-вперед. Вот. То есть если вы вызываете push state из JS, то вы уже… Ну, вы сами как бы знаете, что мы хотим перейти на другую страницу. А если пользователь нажал на кнопку назад, то генерируется событие, которое оно говорит, пользователь хочет перейти на предыдущую страницу. Соответственно, мы можем навеситься на это событие. Window on pop state равно какой-нибудь callback, да? В callback вируется event и можем его, например, вывести. А также с историей польских переходов связан объект location, window.location. В нем содержится адрес того ресурса, на котором вы находитесь. Но я о нем, по-моему, говорил уже. То есть, что мы делаем? Видно on pop state. Вот. Да, я забыл сказать, что on pop state срабатывает при каких-то действиях браузеров, таких как нажатие кнопки назад и при вызове методов history-bug из JavaScript. Вот. History-bug, history-forward тоже вызывают события pop state. Вот. А push state или play state не вызывает. Соответственно, как это работает? Мы региструем callback. Мы делаем push state page team 2.3, да? Типа генерируем историю. И потом мы перемещаясь по истории, вызывается этот callback, и мы печатаем location path name. То есть у нас сейчас в истории два элемента. Находится в адресной строке такая история. В целом history-bug мы переходим на эту страничку. History-bug еще раз, переходим на эту страничку. History-go2 переходим на плюс 2. Вот у нас, собственно, урлы и печатаются. Кроме печати урлов мы можем сделать что-то более полезное. То есть, например, на onpop state получить path name и вызвать router-go, да? А внутри себя роутер уже будет знать, ага, есть у нас урл такой, то давайте мы вызовем скорый board view, так как мы в методе регистр с помощью какой-то магии это вот запрограммировали. То есть вот с помощью history API и такой вещи, как модуль роутер, можно эмулировать историю переходов и, по сути, делать из SPA-приложения типа настоящее приложение, как, ну, как вы делали в прошлом семестре на web-технологиях. Зачем это надо? Зачем нужно урлы менять в браузере? Зачем делать SPA? Зачем делать SPA? А у тебя клево было бы, если бы на каждое нажатие кнопочки ВКонтакте у тебя была бы перезагрузка в течение пяти секунд. А вот. Зачем историю добавлять? Зачем историю добавлять? Ну, ты же хочешь вернуться назад, да? А все современные, сейчас скажу, все современные приложения сейчас работают таким образом. Если бы не было никакой истории, то у нас бы не работала кнопка назад. Это не очень хорошо. Мы бы не могли ссылочками делиться. Мы бы не могли ссылочками делиться. Вот, кстати, да, я забыл все пруфы. То есть sharing ссылок. Можно сохранить ссылку в закладке. Если, представьте, вы открываете ВКонтакте, да? Например, YouTube, да? В YouTube же там это SPA, в нем много видосов. А как бы мы могли скинуть ссылку на конкретный видос, если бы не было изменения в руле браузера? Вот возьмите, короче, и скройте в настройках браузера адресную строку. И что вы сможете сделать? Ничего. Как бы весь ваш юзер-экспириенс похерится просить меня к чертям собачьим, да? Что имеется в состоянии? State — это просто объект, который сейчас, ну, который вы можете использовать. То есть вот этот state, он сохраняется где-то в браузере, а в событии onPopState в объекте event мы можем получить доступ до этого state. То есть вообще состояние веб-приложения, оно определяется должно именно URL. То есть URL — это все то, что должно быть вам достаточно, чтобы отрисовать какое-то конкретное представление. По сути, для чего это еще нужно? При переходе на страницу у вас загружается индекс HTML, который пустой. Но если в адресной строке, например, slash signup, то было бы логично, если бы открылось не меню, а уже форма регистрации, да? Соответственно, мы при старте веб-приложения загрузили весь JS-код, смотрим, какой у нас URL в адресной строке и открываем ту вьюху, которая нам нужна. Вот, собственно, для этого и вот этот вот router.start, запустить роутер, когда мы все вьюхи зарегистрировали и хотим перейти на ту, которую нужно перейти. Соответственно, если у нас не получается закодировать состояние приложения только в адресной строке, в URL, то мы можем закодировать еще и с помощью объекта state. И что, куда? Вот. И уже в событии popstate на основе pathname и на основе вот этого state как-то вот по-особенному генерировать user interface. То есть, ну, такая история. По сути, это доп. информация, которая может быть вам полезна в вашем любви приложении. Ее использовать необязательно. Если вместо state передать пустой объект или null, то тоже сработает. Если вместо page title передать пустую, ну, строку, пустую, например, то тоже, в принципе, будет работать. Но плюс-минус. В этом я не уверен. Вот. То есть, с помощью history API вокруг… Сейчас, секунду. То есть, у нас есть history API, мы вокруг него обертку в виде модуля роутер создаем и уже в этом модуле рулим вот этим всем историей переходов вот этой всей истории. Причем, с помощью вот такого вот, ну, как бы так сказать, декларативного описания структуры вашего приложения, по сути, это как бы код, но можно это все в виде объекта передать, а в коде уже пролетарируется по свойствам этого объекта и вызвать router.register. По сути, мы просто в объекте можем декларативно описать, на какие урлы будут вызываться какие вьюхи, а роутер, так как роутер – это контроллер, а контроллер, он универсальный для всех приложений, он кем-то там уже один раз написан, вы просто подключили либо и уже получили готовый роутинг. То есть вот контроллеры, вот типичный пример контроллера – это роутер типичный. То есть он не зависит от того, какое у вас конкретное приложение, он универсальный. Вот, а вот конкретные эти аргументы – это уже конфигурация вашего приложения. То есть роутеры – это, по сути, типичный контроллер в модели MBC, в SPA-приложениях используется. Вот, вопрос? Были кому? Что-что? Нет, вот объект стейт, ну вообще history браузера доступна только в пределах сессии. Так что не пока мы почистим историю, а пока мы не закроем вкладку. То есть если мы обновили вкладку, вся история, которая была до этого, она уже нам недоступна. Мы ее про ней не знаем. Вроде как, но на самом деле я не уверен. Можно попробовать. Но вроде как спецификация именно так описана. То есть между каждым обновлением вкладки и рефрейшностью вашей страницы вы уже не имеете доступа до старой истории. Вот, а в пределах сессии вы имеете доступ до этой истории. Поэтому, поэтому очень плохая история, ну очень плохая ситуация, когда вы вот здесь пушите в push state большие объекты. Они все хранятся в памяти и ваше прирождение начинает виснуть. И вот, в общем, это частая проблема. А если это в журнал добавляется? Добавляется в журнал. Но объект state не добавляется. Добавляется page title, добавляется url. Вот. Да, внутри джесса мы знаем state? А? Ну, в истории переходов. В истории переходов будет просто title и url. Что-нибудь еще? На самом деле за оставшиеся 10 минут можно было бы попробовать какую-нибудь мини практику. Я вам просто показал, в браузере как это реально работает, если вам интересно. Интересно? 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 Или можно взять перерыв? Нет, здесь будет уже Марина. Она будет рассказывать про еще более крутые вещи. Вот. Голосование? Практика. Практика, да. Я надеялся, что вы это скажете. Короче, давайте на примере чего-нибудь настоящего. Ну, то есть, на самом деле я рассчитывал, что у меня останется чуть больше времени. Можно было бы с нуля что-нибудь создать прям прикольное. Но, так как у нас времени не очень много, к сожалению, то давайте попробуем поресерчить какой-нибудь гитхаб, например, да? Все любят ресерчить гитхаб? Посмотрим, как там реализован этот весь роутинг. Что? Что, что, что? Куда? Та-да! Что интернет? Вот интернет. Ля-ля-ля-ля-ля. Господи, как же долго, ужас. О, отлично. Вот так это выглядит. Вот у нас селединг 2. Какие-то свойства. В прототипе есть back, forward, go, вот то, что я вам говорил. Пуш стоит, replay стоит. Что? Ленков 3. Ленков 3. А, ну не скипается. Но если мы перейдем вот так вот, а потом вернемся назад. А, тоже не скипается. Вот видите, как клево. Это же круто. Но... Что именно? Ну, мы же можем историю смотреть. А если на какой-то другой сайты решили? О, даже стоит есть, вообще прикольно. Нет, история доступна только в пределах одного и того же домена. То есть история других доменов недоступна. Это я вот сразу вам говорю, сто процентов точности. Что тут стоит? Есть object какой-то? Вообще недоступна. Свой точки? Вообще недоступна. Иначе это была бы уязвимость, и те бы заплатили тысячи долларов. А если пользоваться просто, то я точно хочу дать этому сайту? Нет, нет, такого нет, к сожалению. Или к счастью. Короче, как это работает? Берем window, да? Пуш, history, push, state. Да? Берем какой-нибудь объект пустой, неважно. True, la, la, да? Мы интеллектуалы. Слэш. Пожалуйста. Вот мы поменяли уру, если кому не видно. Топкек. Шикарно. Давайте window.on popstate равно function все дела. Ага. Навесили обработчик. Давайте перейдем назад. И вот у нас popstate event. Что в нем есть? В нем есть какие-то штуки. Бла-бла-бла. Паф. Самое интересное паф. Это путь. А, нет, это не тот паф. Нет, не тот паф. State. Вот это тот state, который гитхабом сам сгенерировался. Это не мы туда записали. Есть тип события popstate. Ну и мы можем из window.location получить текущий урл. Соответственно, относительно этого урла мы можем что-нибудь получить. То есть давайте вернемся вперед. И мы увидим, что… Мы увидим, во-первых, что здесь в объекте стоит пустой массив, пустой объект, который мы передали. Во-вторых, мы увидим то, что у нас window.location изменился. Теперь у нас window.location.top.keg. Как это работает? Что важно еще? Важный, короче, важный момент, который нужно знать. На нем все сталкиваются. При нажатии на ссылки, видели? Ничего не напечаталось. То есть событие push state не происходит при нажатии на ссылки. Оно не происходит. Оно происходит только при history back, fix history forward, history forward for go и при нажатии кнопки назад-вперед браузере. Соответственно, если у нас на нашем странице есть меню со ссылками, то нам нужно клики по ссылкам обрабатывать. Нужно навешивать на каждую ссылку обработчик он клик. А делать и этому prevent default, делать push state и переключать вьюху с помощью JS. То есть вот это вот типичный момент. Потому что если убрать этот обработчик, то у вас просто произойдет перезагрузка страницы. Никакой push state не сработает. Соответственно, если у вас на странице ссылки генерируются динамически, то навешивать на каждую ссылку свой обработчик, это, ну как бы, во-первых, сложно, сложно. А во-вторых, ну как бы их будет много обработчиков, у вас просто память не хватит. У тебя первая память исчезнет. Соответственно, обычно обработчики навешиваются не на ссылки, а на какой-нибудь объект window. А так как у нас события клика всплывают, то мы в этом обработчике проверяем, кликнули ли мы на ссылку с помощью event target какого-нибудь. Если это действительно ссылка, то мы превентим переход по ссылке и вызываем уже методы роутера. А если это клик просто почему-нибудь, то мы выполняем, собственно, делаем дальше то, что нам нужно. То есть вот, например, такая момента работы со ссылками. Соответственно, вся ваша навигация в вашем приложении должна быть, ну, должна осуществляться с помощью ссылок. Почему это важно? Потому что если у вас есть меню и меню реализовано на кнопках, то вы не сможете, во-первых, нажать правой кнопочкой на кнопку и скопировать ссылку. То есть если бы это была не ссылка, а хрев, если бы это была кнопка, то мы бы не смогли сделать так, открыть ссылку в новой вкладке, например, так как это не ссылка. Вот. Поэтому вот такие моменты тоже надо иметь. Вот. Вот чинка. То есть, например, казалось бы, это же, ну, как бы типа не ссылки, это типа вкладки, да? Но на самом деле нет. Если мы просмотрим код, то мы увидим ахрев. То есть это на самом деле ссылка. А обработчик этой ссылки, собственно, его на самом деле можно даже найти, наверное. Но не будем этого делать. То есть вот такие моменты еще существуют роутинги. Вот. Есть какие-то вопросы на эту тему? Соответственно, вся эта логика по обработке кликов, по работе с history API, по переключению view. Она вся должна быть оконсулирована в классе роутер. Вот. То есть это должен быть один модуль, который называется роутер, модуль с роутер. Там вся эта логика внутри сильно связана. То, что мы обсуждали на архитектуре high cohesion. Но и о том, что происходит внутри роутера, никто не должен знать снаружи. По сути, у роутера есть публичный интерфейс, register, start, stop. И вот это все как, ну, это все с помощью чего роутер взаимодействует с вашим приложением. То есть вот такие вот, скажем так, советы про то, как это делается. Без практических примеров я вас не оставлю. В репозитории sample я завтра в течение дня запушу небольшой немножечко рефакторинг нашего проекта. И там, в принципе, можно будет посмотреть, как примерно это все может выглядеть. То есть там будет реализация самого простого роутера какого-нибудь, там будет реализация самых простых view, MVC, вот этого всего. Но как минимум от этого можно будет отталкиваться. Или можно попробовать самому с какой-нибудь n-ной попытки реализовать все это клево, но зато получить много фана, удовольствия и опыта. Вот, предлагаю сделать перерывчик. Вот. А на следующей части лекции мы поговорим о более интересных и клевых вещах. Всем привет еще раз. Да, кого-то из вас я уже видела. Кто-то меня, возможно, ничего не знает. Меня зовут Марина и я работаю вместе с Толей в почте. И, в общем, со всеми остальными ребятами тоже в почте. И Толя вам сейчас очень обстоятельно рассказал об архитектуре вашего приложения и о том, каким вообще, какой она должна быть. Я думаю, что большинство из вас считает, что верстка это тупо. Это не самая интересная часть фронтенда, поскольку там, в принципе, нет никакой логики. Поднимите руку, у кого сейчас CSS написано в одном единственном файле. Какой-нибудь main CSS. У Толи? Вы не стесняйтесь. Это не так плохо. Я бы даже сказала, что это признак здорового. Да, он у вас есть. Просто он достоин мемов. Толя, не уходи далеко, пожалуйста. Господи. Толя, нет. Останься. Останься. Останься вон там. Да. Спасибо. Гуманитарная помощь. Небольшая. Ну, ладно. Проехали. Так. В общем, у кого-то из вас CSS все еще расположен в одном единственном файле. А даже если он вдруг каким-то чудом разбился на несколько файлов и лег рядом с вашими компонентами, скорее всего, там написано что-то вроде button, color, border, background. И на этом ваши стили заканчиваются. Ничего хитрого или сложного. Все усилия идут на разработку JS и понимание того, что вам Толя пытается донести. Но на самом деле у вас маленькие проекты, и это нормально. Но в большом вебе стили занимают львиную долю кода, кодовой базы. И приходится как-то с ним работать и как-то его структурировать. Учиться его писать так, чтобы он не повторялся. Чтобы любой новый разработчик мог в нем разобраться. Чтобы его можно было безболезненно редактировать. Это, пожалуй, самая важная часть двумя подчеркиваниями. Безболезненное редактирование. Ну и расширять. Поэтому очень важно думать о том, как ваш CSS писать. И поэтому у него есть архитектура. Толя очень добрый, он поставил кавычки вокруг слова архитектура. Ироничные такие кавычки. Но, тем не менее, архитектура CSS существует. И есть подходы к ее разработке. Во-первых, давайте поговорим про самые азы. Про самую базу. Из чего вообще строятся стили. Есть люди, кому вообще неизвестно, что здесь вот эти вещи. Он их никогда не видел. Какие-то там двойточия, двойные двойточия. Какая-то чушь написана. Таких нет, все знают. Да, отлично. Супер. Вот это то, из чего на самом деле по идее планировалось написание стилей. Но нам интересна лишь строчка номер пять, где написано класс. Мы будем пользоваться только ей. Почему? Сейчас поговорим дальше. Все эти вещи можно очень здорово комбинировать одни с другими. Использовать какие-то селекторы через теги типа div, span, a, button. Для того, чтобы перебить стили, которые нам браузер навязывает с вами. Если вы когда-нибудь инспектировали тупо кнопку, у нее есть такая вещь, как user-agent style sheet. И ее очень сложно перебить бывает. Ну, точнее, бывает неожиданным, что ее вдруг надо переопределять. Она как бы везде ее нет. Или, например, ID. Наверняка у вас application у всех записан. Вы как в вашем глобальном стиле application и каскадирование пишете стиль для всего остального. Все это можно делать, но мы постараемся этого избегать и пользоваться только классами. И последними двумя вещами – псевдо-селекторами и псевдоэлементами. Потому что невозможно реализовать что-то без их в использовании. В чем с ними проблема вообще? У всех этих людей есть приоритет. И есть определенный порядок выстраивания приоритетов в стиле и их переопределения. Об этом можно долго, сложно говорить. Нужно смотреть примеры. И мы не будем тратить на это время. Вы можете сами почитать. Вот там внизу есть ссылка. Очень подробно. Вот. Какие могут быть проблемы с самым простым CSS? Допустим, у вас есть кнопка. Я у многих людей видела стиль кнопка. Очень классный, очень простой. А вот есть у вас еще кнопка Submit. Она какая-то другая. У нее другой цвет. Она супер большая. У нее огромный шрифт. Она на главной странице. В общем, как можно решить вопрос тем, когда кнопка должна выглядеть так, а когда иначе? Самое простое решение это взять и увеличить специфичность селектора, запихав его в какой-нибудь sidebar. Вот вы там используете эту кнопку и там же стиль этой кнопки перебиваете. Был один border, стал другой. Но на самом деле вы видите в этом проблему кто-нибудь? Вы же все так делаете. Что? Последние три строки. Последние три строки это следующая проблема. Это первая. Первые две строки это первая проблема. Изменение компонентов в зависимости от их родителя. Это плохо. Мы стремимся с вами, вообще придерживаемся концепции компонентной разработки. Мы хотим, чтобы наши стили были изолированными. Чтобы если мы писали кнопку и использовали класс кнопка где-то, мы были уверены, что эта кнопка всегда будет выглядеть одинаково везде. Если кто-то или вы же сами пишете вот так, прячете кнопку в sidebar и перебиваете стили, вы увеличиваете степень боли для себя в будущем. Потому что это приводит к непредсказуемым результатам. Вот второй пример. Очень много тегов, глубокой ложенности. Мы сильно привязываемся к структуре верстки нашего HTML. Почему это плохо? Очевидно. Очевидно, что это плохо. Потому что, как только вы возьмете ваш HTML и перепишете его чуть-чуть слегка, измените его семантику или, я не знаю, просто сотрете его нафиг, у вас все перестает работать. Вы сильно привязаны. И это опять глубокая вложенность. Тяжело поддерживать, невозможно понять, что здесь написано. Третий пример наверху. Вы написали себе классные стили, назвали их самыми первыми пришедшими в голову словами. «Баттон», «Артикл», «Сайдбар», «Логин», «Форм», что угодно. Любые часто используемые слова. А потом подключили себе «Бутстрап». «Бутстрап» тоже сильно не раздумывая взял ровно те же самые слова и сломал вообще все абсолютно. Поэтому проблема этих стилей заключается в том, что слишком широко используемые названия. Вам нужно стараться придумывать какие-то такие названия ваших классов, а мы договорились использовать только классы недавно, буквально пару слайдов назад, ровно для того, чтобы сделать их как можно более уникальными и думать про это. А еще, например, есть «Идблог», вам Толя про него сегодня рассказывал. «Идблог» парсит страницу и видит такой класс-баннер или класс-адвертайз или что-то такое, или слот, что угодно видит, и сразу записываясь в таблицу игноров, вы этот баннер никогда не увидите. Но мы в почте думаем о баннерах, о том, чтобы вы их, конечно, видели, и придумываем им максимально неудобные для «Идблога» названия, чтобы он никогда в жизни не догадался, что там спрятано. То есть вот это еще один пример, как маскирование каких-то классов. Максимально неудобно. Четвертый пример, проблемой, с которыми вы можете столкнуться – это написание супер-классов. Когда вы пишете, не знаю, какой-нибудь айдишник up, и в него запихиваете целое полотно. Вам вообще плевать. Там смешанные позишены, там какие-то размеры заданы, там цвета. Там вообще все на свете. Вот все property, которые вы нашли в стилях, вы их туда запихали. Вам очень хочется их использовать. Не делайте так. Это аналог от object в JavaScript. Возможно, вы заметили, но принципы не сильно отличаются от JS. Мы используем композицию вместо наследования. Это пример наследования. Явно его просто какой-то такой пример. Во втором случае мы придумываем какие-то уникальные классы, синглтон, еще что-то. В третьем смысле мы не пользуемся God object, например. В общем, такие вот вещи, вы их наверняка допускаете. И поначалу все допускают, но потом перестаете. Потому что бьетесь в лбу, на которой сами наступаете. Так вот, признаки хорошие. Архитектура ровно те же, что вам рассказывал сейчас Толя. Но слегка другие, потому что контекст другой. Ваши системы должны быть очень предсказуемыми. Каждый раз, когда вы меняете вашу кнопку, вы должны четко понимать, в каких местах ваша кнопка поменяется. Она поменяется только на странице авторизации, а на форме логини не должна. Или она должна везде поменяться. Вам, может быть, этот пример кажется слегка искусственным. Но я вам расскажу простую историю из жизни. У вас дизайнеры такие сидят в мейле. Такая команда дизайнеров, пять человек. Они днями и ночами придумывают вам новые кнопки. А потом они приходят и говорят, давайте старые заменим на новые. Мы проведем редизайн. И вы думаете, а я могу вообще взять стиль кнопки и слегка переписать его, и быть уверенным, что ничего не сломается. Правильный ответ – нет, не можете. Просто сто процентов и что-то сломаете. Но к этому нужно стремиться. Второй момент – масштабируемость. Ваши стили должны быть масштабируемыми в том смысле, что кто угодно может прийти, написать новый стиль. Не button там поменять, а добавить button 2. Не делайте так. Это плохо, но так бывает. И этот button 2, он не должен сломать button 1. Постарайтесь. Третий пункт – поддержка. Вы будете работать, скорее всего, в команде, где 150 человек редактируют один большой проект. Все должны понимать, как называть классы правильно, какая у нас там методология применяется, куда смотреть, где искать. Вот это все должно быть прозрачно. И главное – стили должны быть читаемыми. Вот. И потому что, когда вы, не знаю, пытаетесь понять, почему у вас кнопка в E9 съехала куда-то вправо, вам очень-очень хорошо бы понимать, а где стили на эту кнопку написаны, откуда они берутся. Вот это все тоже – поддержка. Должно быть все прозрачно. И четвертое – повторное использование. Вообще, к чему мы стремимся? У нас же постоянно одни и те же вещи мы делаем. Мы задаем фон, мы бордеры делаем, мы как-то позиционируем элементы по центру, в строчку, в столбик, по кругу, как угодно. Постоянно пишем повторяющийся код. Вот нам нужно как-то так составить архитектуру наших стилей, чтобы повторений избегать, но при этом не нарушать предыдущие три принципа, ничего не ломать. Конечно, решение есть. Фронтендеры долгое время были просто верстальщиками и джейсом вообще как бы пренебрегали, что это там такое, джейс какой-то дурацкий. Пускай это программисты этим занимаются. Ну, в общем, они сидели, писали себе стили, сталкивались с этими всеми проблемами и придумали много-много решений. Вы можете подробно про них прочитать вот в этой статье, но мы с вами сейчас рассмотрим два. Я считаю, что их достаточно для вас и вообще по жизни. А все остальное – это просто демагогия и фантазии чьи-то. Вот. Опустила слово. В общем, объектно… Первый подход, который вы уже, наверное, бессознательно применяете у себя – это объектно-ориентированный CSS. Что это такое? В чем принцип заключается базовый? У вас есть компоненты какие-то, и у них есть повторяющиеся части. Вот, например, у вас есть заголовок страницы, футер, и у них одинаковый цвет и бэкграунд. Решение. Мы можем взять и эту общую часть вынести в отдельный класс. Это будет работать как миксин. Мы будем потом использовать два класса основных, которые занимаются, скажем так, размерами, позиционированием, там, не знаю, тем, как текст выглядит внутри этих блоков. А вот эту штуку использовать везде, где мы захотим применить вот эту цветовую гамму, скажем так. Не только в футере и хедере, но еще где-нибудь, когда-нибудь нам это захочется сделать. Принцип вон наверху написан – это разделение структуры и оформления. Это первое. Второе. Мы можем разделять контейнер и содержимое. В чем прикол? У нас есть все тот же проклятый баттон на форме логина. Отдельно кнопка суперски смотрится. Мы ее очень здорово заверстали, как захотели все пять дизайнеров, после того, как все они договорились до того, как они эту кнопку хотят видеть. А потом мы эту кнопку начинаем везде встраивать. Встраиваем форму логина, форму авторизации, делаем написать письмо ровно той же самой кнопкой. Мы хотим, чтобы эта кнопка, вне зависимости от того, где она будет расположена, всегда выглядела замечательно. И вместо того, чтобы опять перебивать ее силе где-то на уровне компонента, мы придумываем ей какой-то класс определенный, и дальше везде им пользуемся. Зачем? Вот написано. Затем, чтобы выглядела всегда одинаково. И опять же, можем этот миксин куда угодно совать. Например, если мы пишем какой-то стиль для всех контролов. Еще один интересный факт из жизни дизайнеров. Им очень тяжело понять, что является ссылкой, что является кнопкой, что является input type button, это кнопка или что. Короче, все это кнопка. И они могут просто придумать какой-то набор стилей для всех этих элементов. Для нас, как для разработчиков, это все будет разные вещи. Но выглядеть они должны одинаково. Вот, пожалуйста, пишем один класс, применяем ко всему. Все довольны, все счастливы. У этого проекта, у этой методологии есть своя страница на GitHub. Про нее написано очень много статей. Можете почитать. Ну, то есть, мне кажется, что вы уже это все используете у себя. Поправьте меня, если нет. То есть, у вас есть наверняка что-то типа button и, не знаю, circle? Нет, не знаю. Black? Нет? Нет такого? Ну, вот можете попробовать. Почему нет? Ох, сейчас будут очень такие подробные слайды про BEM. Кто слышал про BEM? Отлично. Откуда вы слышали про BEM? Кто-нибудь один? Ментор сказал. Ментор сказал. Да, менторы ваши молодцы. Они вам говорят про BEM ровно по той причине, по которой им, их менторы рассказали про BEM, ровно по той причине, по которой мы рассказали всем про BEM. А мы знаем про BEM, потому что его придумал Яндекс. И еще потому что это очень хорошая методология, которая широко известна. Про нее очень много англоязычных статей и вообще все-все-все-все любят BEM. Также есть такой термин BEM головного мозга. Сами, я, ну, не знаю, люди, которые вы придумали, сами над ним же и смеются и говорят, что он вроде как не жизнеспособен. А другие говорят, нет, BEM – это единственное, чем можно пользоваться, больше ничем пользоваться нельзя. Все дерутся, в общем, не работают. Зачем работать, когда можно поспорить о методологиях CSS? Ну, в общем, согласна. Короче, что-то такое BEM в двух словах для тех, кто не слышал, потому что не все поднимали руки. BEM – это методология, которая говорит нам о том, как называть классы. То есть сейчас мы с вами рассмотрели подход, когда, может быть, у нас несколько комбинируем, чтобы достичь какого-то эффекта. В BEM комбинировать ничего нельзя. В BEM вы просто придумываете супердлинные названия классов, исходя из семантики вашей верстки. Пример. Сейчас я лучше сразу до примеров дойду. Вот форма логина. Это боевой код. То, что у нас прям вертится в продакшне на e-mail.ru логин. Форма логина из чего складывается? У нее есть блок. Сам блок. Как бы как контейнер, можно еще сказать. Соответственно, все, что находится внутри этого контейнера, является его элементами. Эти элементы мы называем через двойное подчеркивание нижнее. То есть у нас есть внутри формы логина элемент user input. Не могу сходу придумать, что он значит. Form buttons — это, конечно, кнопки формы. И форм reset — я так полагаю, это кнопка удалить все поля из формы. Очень полезно, конечно, на форме логина. Вот. И есть элементы text input, button и button. То есть почему нет? И у самих элементов тоже могут быть какие-то элементы. Например, у кнопки может быть capture, capture red. И у кнопки могут быть... Чего? Я не видела в глаза этот бэм. Крочи можно? Да, можно, можно. В общем, в чем суть? Суть в том, что вот у нас есть блок, у него есть элементы, да? Но элементы внутри блока могут сами являться блоками. То есть... И у них тоже будут элементы? Да. Вот, например, у нас есть блок и text input. На самом деле, внутри не могут быть его подэлементы. То есть, у нас есть элементы, но элемент в блоке может быть сам блоком. Просто, ну, типа, декомпозиция иерархическая, вот это все. И у него могут быть свои подэлементы. То есть, у нас есть блок логин форм, элемент логин форм submit, который является блоком button, у которого есть элемент button capture. Вот такая вот логика. Спасибо за ремарку. В общем, но это еще не все. У элементов есть модификаторы. Это то, что в предыдущей версии, в предыдущей методологии реализовывалось через миксины, через доп-классы. Здесь просто добиваются создания еще одного модификатора для элемента. Кнопка может быть красной, она может быть... Вторая штука может быть задесебленной, или она может быть спрятанной. Что угодно. Любое состояние вашего элемента трактуется как модификатор и добавляется к классу через нижнее подчеркивание. К чему это приводит? Там такое полотно, название классов... Ну, желательно стараться держать в пределах, я не знаю, шести слов. Дальше не стоит. Но, в целом, это решает сразу очень много проблем. Какие проблемы решает Бэм, на ваш взгляд? Предложение, давайте. Маленькие интерактивные. У нас классы будут с одинаковыми именами. Ну, да. Но они будут с такими именами, которые ты напишешь в HTML. Ты можешь написать там везде одинаковые. Можно сразу убедить вложенности классов? Мы избавляемся от вложенности классов ровно тем, что эту вложенность переносим в название класса. Вот. Уже не будут конфликтовать стили. Правильно сказал. Мы можем подключать Бэма и не бояться, что он убьет нашу страницу. Потому что все компоненты изолированные получаются. Вот чисто таким искусственным образом. Кроме того, мы... Бэм очень четко ложится на компонентный подход. Если у вас есть какой-то button на HTML, вы пишите для него вот такую развернутую штуку типа button. У него элементы текст и icon. У текста может быть мод какой-нибудь, не знаю, там болт не болт. Это хьючий, смол, что угодно. И эту кнопку потом легко просто взять и втащить в другой проект. Быстро и непринужденно. Это примеры... Что? Да. Вопрос. Я еще слышала, Янекс ухварилась. Как раз более серьезно. Не прям по Бэму генериции. Что-то не разводит. Да. Смотри. Вокруг Бэма, это методология как бы только на пальцах. Но вокруг нее напилено очень много инструментов по автоматизации. Например, есть шаблонизатор. Я видела кого-то, кто использует шаблонизатор MyLow и Fest, например. Кому-то посоветовал ментор, удружил, короче. Там прям в шаблоне, в шаблоне вы можете писать такой код. Типа BAM двоеточие, ну не знаю, грубо говоря, B двоеточие LM, это создание элемента. BAM двоеточие, BAM двоеточие MOD и MOD. И он потом проходит по всем этим вложенным структурам и сам склеивает вам эти классы. Круто, удобно. Плюс еще в этих тузах есть такая вещь, как когда у вас есть 20 компонентов, а вы используете только две. На этапе сборки в вашу сборку включается только то, что вы используете. Вот. Соответственно, ничего лишнего из этого либо вы не тащите к себе. Так что вот так, да. И не знаю, и для React есть такая тема, и для любых фреймворков. Почему нет? Это удобно, и многие этим пользуются. Вот так пока быстрые выводы. А потом, может быть, у кого-то есть вопросы. Не знаю. Что стоит делать для того, чтобы ваш CSS был прекрасен, чтобы он никого не возмущал, а вас столько радовал, чтобы его можно было легко поддерживать. Первое, что вы делаете, это вы стараетесь разорвать связь между стилями и версткой. Достигается путем отказа от построения селекторов типа Див, Спан, Уэл, Ли, 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 А и вот такой фигни. Используем только классы, моментально разрываем эту связь. Очень легко редактировать потом вашу верстку и стили. Второе. Избавляемся от каскадирования вообще везде, где только можно. Каскадирование – это плохо, это зло, и вы сломаете об нее себе ногу, это выстрел в коленку. Просто замедленный такой, как пуля, которая летит через воду. Она вам прилетит однажды все равно, не сомневайтесь. Третий пункт – постарайтесь придумать для вашего приложения условные слои. Например, компонентный подход подразумевает, что у вас есть маленькие кирпичики, из которых вы строите приложение. Это слой номер ноль. Вторым слоем являются какие-то более крупные объекты. Например, у вас есть, не знаю, три столбца в приложении, или там футер, хедер и контент посередине. Такие глобальные вещи, которые выстраивают в целом layout вашего приложения. Вот это слой приложения, и там уже может быть какое-то переопределение сделано. То есть пункт один, точнее пункт два, там можно закрыть на него глаза и что-то поделать. И третий слой вашего приложения – это глобальные стили. Там, где вы перебиваете базовые стили браузера, которые плохо выглядят. Типа, знаете, как фокус выглядит, такая синяя обводка на кнопках. Иногда очень некрасиво. Вот. Можно вот там перебивать, или там можно задавать, что-то такое придумывать, короче. Не знаю. Шрифт задать там можно. Размер типографии. Все вот в глобальный стиль. Можно запретить там даже вообще все действия с курсором. Есть такое свойство смешное в CSS – pointer events none. Выставляете его, и никто не сможет кликать по вашей странице никогда. Очень, очень, очень веселая штука. В общем, четвертый пункт – держим стиль. Да, вот, ну у вас сейчас это уже сделано, но в целом это может быть недостаточно очевидно. Это удобно. Соответственно, стили для компонент рядом с компонентами, стиль для приложения внутри приложения, глобальные стили где-то максимально далеко от него. Потом изолируем компоненты при помощи строгой системы именования. Это, пожалуйста, БЭМ вам предлагает возможный способ называть. Не обязательно именовывать, кстати, через двойные подчеркивания. Вы можете через дефис это делать. Можете через… Короче, как угодно. Как придумать любые символы. Хоть через нолики, единички. Да. Вообще не символы. Спецификация в своей песне можно хоть через двойные. Да. Но если вы можете вообще больше, чем угодно. Да, но если… Узкие буквы. Вообще, это все бедер. И не код с отлом, с коробкой. Ну да. Но только тогда вам придется и ваши утилиты, которые вам собирают этот самый несчастный БЭМ, тоже как-то адаптировать под вашу систему именования классов. Потом… Что еще делать? Вот насчет миксинов – это здравая идея. Вам не обязательно использовать только БЭМ или только объектно-ориентированный CSS или только что-то еще, что когда-нибудь придумают. Вы можете подходы комбинировать, исходя из ваших потребностей. Очень удобно. Можете написать себе пару классов, которые будете токать везде. Например, класс какой-нибудь анимации. Вы хотите, чтобы у вас все бэкграунды красиво всплывали? Ну, так, с опасности какой-нибудь, так, вжух-вжух. Пожалуйста, придумайте класс, используйте везде. Или хотите, чтобы у вас все… каждый раз не писать display none в каждом файле. Придумайте класс hidden и токайте его везде. Можно удобно использовать миксины, когда вы пишете компоненты, отвечающие за общий… то, как выглядят ваши компоненты в целом, их выкладку. Расположение элементов в строку или расположение элементов списком каким-то. Например, чтобы у всех элементов списка было нижнее подчеркивание. И это удобно делать через миксины, а не таскать с собой. В последнее есть еще такие просто классы вспомогательные, которые никак не связаны со стилями вообще. Но, тем не менее, их можно использовать в JavaScript. Например, если у вас есть пять кнопок и на одну из них вы точно знаете, что у вас навешан onclick, почему бы не прицепите этот класс? Просто чтобы все знали, что эта кнопка там не просто так. Чтобы вы сами могли ее найти, удобно, не знаю, найти по селектору без проблем. Или вот вторая фишка. Можно использовать не только классы, но и атрибуты на элементах. Я у кого-то видела, по-моему, ребят, тоже у вас, у кого фест был, когда вы сделали навигацию по приложению ко всем ссылкам, добавив какой-то атрибут, да? Пожалуйста, что угодно в верстку можно вертеть для ваших нужд. Это всего лишь инструмент, которым вы пользуетесь. Можете пользоваться плохо, можете пользоваться как-то полезным. Ну, вот это полезный способ. Можете почитать вот эти статьи, там довольно подробно рассказано, ну, гораздо подробнее, чем то, что я вам сейчас рассказала, просто для ознакомления. Есть какие-то вопросы сейчас, может быть? Что, совсем никаких вопросов? Ну да, я не Толя, я вам не прошу, я сейчас синглтонами затирала. Какие-то стили, что там может быть интересного. А вот вообще интересного кое-что есть. Например, стиль можно писать в JavaScript. Вообще не напрягаясь. Легко и непринужденно просто берете и пишете его в JavaScript объект. Ведь если подумать, что есть стиль, это какой-то селектор и хэш из переменных. Название свойства, значение свойства, название, значение, просто строки. Можем запихать в объект, можем запихать объект. Можем потом этот объект прикрепить когда-то в text style. Зачем это нужно? По разным причинам. Мы сейчас с вами как делаем? Пишем какие-то стили, и они нам потом статикой раздаются. Мы о пользователе даже ничего не знаем в этот момент. А что, если вдруг мы в какой-то момент захотим таргетированные темы делать? Там, не знаю, детям показывать солнышки и цветочки и лунтика, например. Женщинам показывать. Я не люблю эту аналогию, простите, меня раздражает, что женщинам показывают розовые фоны, а мужчинам голубые. Но в целом вы идею поняли. Вот. Мы можем этого всего не знать. И чтобы принимать эти решения по ходу дела, когда у нас уже приложение открыто, пользователи во вкладке. И мы можем там как-то понять, кто к нам пришел, и тут же стили для этого пользователя сгенерировать на лету и вставить в страницу. И они применяются очень круто, такой вау-эффект. JS очень гибкий, позволяет вам делать разные прикольные вещи. Вы можете, не знаю, что-то санимировать, еще что-то такое придумать. Ваша фантазия, эти два инструмента вместе, они просто дают бесконечное пространство для творчества. И третий пункт, который один из самых таких интересных. Ваши стили могут быть невероятно здоровенными, как у почты mail.ru, например. И чтобы, ну не только у почты, любого большого проекта очень большая таблица стилей всегда. И это занимает какое-то время. То есть пока она скачается, пока она там распарсится, пока она применится. Куча времени. Если вы часть из этих стилей можете вынести на клиенты, на генерацию, там круто, здорово, в вашей странице будет загружаться быстрее. Но у такого подхода есть проблемка. Такие стили не кэшируются. Понятным причинам. Кэшируется только то, что можно просто загрузить и каждый раз эти стили получать одинаковые. Да. А тут мы каждый раз придумываем. Нет. Вот. Есть реализация такого подхода. Я не рекомендую вам туда сейчас залезать. Вот это CSS NGS. Потому что притянете за собой кучу экосистемы. Это в основном для всяких реактов сделано. Там используют CSS-модули. Много страшных слов. Мы обязательно с вами об этом поговорим через буквально пару занятий, когда будем разбирать всякие клевые возможности в CSS на данный момент. Вот. Ну, можете почитать вторую статью. Она тоже такая холивар. Там про недостатки этого подхода, про плюсы и про будущее веб-разработки. Все любят об этом поговорить, а не поработать. Но я уже говорила. У Толи есть вопрос? Еще. Ну почему? Я думаю. Мне кажется, когда называешь, вот помимо документов, в браузах есть такая же CSS, О, CSS-от же много. И то есть, если можно, ну как из жалобов, мы не заняты как старая, а вот именно как и есть. То есть, сейчас точечку, элементы, еще что-то, еще что-нибудь. И там, в самом деле, немного возможности есть, которые не было обычно после CSS-модули. Да, можно, но мы получим совсем другой результат. Результат разный по той простой причине, что когда вы применяете стили к какому-то конкретному дом-элементу, используя его, вот этот объект, скажем, стилей, прямо записывая, вы получаете из-за инлайнера и стиля в объект. Вот, да, ребята, вы правда это использовали, у вас был такой лоадер, короче, через JS и через стили сделанный. Так можно. Можно так делать. Но мы сейчас хотим немножко другой пример разобрать, носят более общий характер. А еще инлайн стиль – это зло. Вот, поэтому я решила, не ведя ни блаженства и все такое. Сейчас мы попробуем с вами написать такую штуку, которая будет генерить нам стиль на лету. И просто такой минимальный пример. Мы с Толей подумали и решили, что почему бы не запилить в ваших приложениях какую-то тимизацию. Опять же, пространство для творчества огромное, может сами придумать, что вы там хотите тимизировать. Хотите сделать разные бэкграунды, хотите разные размеры, хотите что угодно. Короче, придумывайте. Вы же придумали как-то тему игры вашей, правда? Ну и все остальное тоже сможете. Давайте быстренько на… Как говорит Егор, на колхозе загрузку стилей. Да. Что? Отлично. В смысле? А вам вообще как эта идея? То, что можно стили не писать в стилях? Можно писать в JS? Вы же JS-разработчики, да? Вы тут себе думаете все, что вы будете писать JavaScript? Такие классные. То ли вас научил писать JS? Можно еще JS писать в CSS. Я надеюсь, этого никогда не произойдет. Ладно, смотрите. Я сделала маленькую демку, совсем маленькую. Выглядит она вот так. Мне очень нравится Twitter. Я им пользуюсь каждый день. И однажды разработчики… Я не знаю, на какой встрече и почему они это сделали, но они почему-то решили сделать редизайн. Однажды эта идея приходит в голову абсолютно всем менеджерам на свете и всем дизайнерам. Так же, как мы любим переписывать свой код, потому что он нам не нравится, так же и дизайнеры любят перерисовывать свои макеты и проекты, потому что они недостаточно на модных, не знаю, технологиях дизайнерских сделаны. Вот то ли троллит PHP-шников, я троллит дизайнеров, извините. Но я их очень уважаю, они молодцы. Вот. Ну, то есть это без вопросов. Они очень классные. В чем суть? Есть небольшая верстка, есть, не знаю, маленький пакетик стилей и есть две кнопки. Дизайнеры попросили нас сделать так, чтобы кнопки из круглых стали квадратными. Вдруг. На самом деле, в Твиттере произошло наоборот. Там всю жизнь все было квадратное, а потом они решили закруглить. Но вот так. Вот дизайнеры хотят что-то вот такое, чтобы происходило. Как этого добиться? Давайте с вами напишем такую простую реализацию этой штуки. Какие есть у вас идеи? Давайте с идеи начнем. Я-то знаю, как это сделать. Ребят, можно, пожалуйста, потише? По-моему, еще видно? А сейчас я еще забыла запустить видео, конечно. Пока подумайте, как это сделать, пока я ищу, как запустить видео. Джесс можно использовать. Так в этом и суть. Мы сейчас с вами должны сделать как-то так, чтобы наши стили через JavaScript по ходу вот этого висения нашего скрипта преобразовались вдруг во что-то другое. Суть не в том, чтобы поменять стилю элемента, а в том, чтобы создать новый стиль. То есть у нас подключен... Смотрите, на страницу подключен стиль, там, не знаю, main CSS, да? В нем определены какие-то правила. Вот, допустим, там есть... Сейчас, подрастите, я включу все-таки записи и продолжу. Так. Вот так. Отлично. Куда нажать? Все? Отлично. Так. Смотрите. Есть кнопка, у нее есть... Сейчас скажу, что у нее есть. У нее, короче, ничего нет, на самом деле. У нее нет скруглений никаких на данный момент. Вот. Я хочу сделать так, чтобы у кнопки добавлялся border radius. Не знаю, например, 50 пикселей. Сейчас. Что-нибудь получится, нет? Ничего не получилось. Сейчас. А, ничего не получилось, потому что я не раздала проект. Вот. Да, отлично. Фух. Простите, уже вечер. Вы, наверное, тоже устали, поэтому мы решили расставить это как в конце, в общем, пары. Такая маленькая развлекуха. Вот, отлично. Демка сейчас не работает, потому что все выключено. Еще раз, концепт-задача. У нас есть такая простая верстка. В ней есть кнопочка 1 и кнопочка 2. Вот. Они без классов сделаны. Ну, то есть мы будем стиль писать сразу на tag button, просто чтобы не заморачиваться вообще и не думать ни о чем. Кроме кнопки, дизайнеры попросили нас скруглить еще и вот у этого инпута тоже. Потому что в твиттере очень веселые дизайнеры. Вот. Соответственно, нам нужно как-то подменить стиль у кнопки и у вот этого элемента editor. Вот этот, content editable. У них двух. Как это сделать? Ну, давайте просто создадим сначала джеску и запишем наши стили в объект. Ну, как и предполагалось. Constiles. На самом деле, чтобы у кнопки скруглились углы, ей просто нужно добавить border radius. Потому что для этого у них должны быть border radius 2,50 пикселей, например. Вот. Такой простой стиль. Нам еще нужно знать элемент, у которого мы хотим поменять стиль. Потому что для написания таблицы стиль нам нужен селектор. Поэтому давайте усложним немножко наш объект. У него будет поле селектор. Просто button, да? И у него будет объект styles. В который... Button styles. Так, давайте покрупнее. В который мы запишем наши новые стили. Окей. Точно такую же штуку мы сделаем для content editable. Назовем его просто editor. Const. Создадим для него новый селектор какой-нибудь. Через класс как раз. Этого достаточно. И такой же стиль. Понятно, что пример слегка интересный. Нам такой же стиль здесь нужен просто постольку поскольку. То есть на самом деле там может быть написано что угодно. Так. Проверим вообще, что наша идея работает. Что нам этого будет достаточно. Сделаем. Да. Вот что-то такое мы хотим получить. Только не такое страшное. Давайте поменьше. Давайте 20 сделаем. Все еще страшно. 12. 12 будет достаточно. Оставим так. Теперь нам нужно придумать функцию, которая из этого объекта нам сгенерит стили. Ну нет ничего проще. Правда? Мы же джесс разработчики. Почему нет? Сделаем какую-нибудь функцию типа create style sheet. Она будет принимать объект вот в такой форме. То есть объект с полями selector и styles. И генерить из них кусочек стиля. А лучше давайте она будет принимать целый массив. Чтобы сразу не заморачиваться, будем передавать ей такие объекты и на выходе получать нагенерированные стили. Окей. Как это сделать? Через... Быстро пробежаться можно через reduce. Тебе не скучно, Толя? Нет? А вам? Ладно. У нас есть объект style. Фигачи. Из него можно сразу достать. Да. Первый и другой. Я помню. Сейчас. Я просто забыла, как назвать переменные. Нормально. Стайл. Стайл. Джестайлс назовем их. Первым мы получим style sheet. Стайл. Да. Что? Не знаете деструктуризацию или нет? Стайл. 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 Пустой объект. Почему пустой объект? У нас сколько времени осталось? Мне кто-нибудь подскажет? Да. Отлично. Этого хватит. Давайте сделаем вот как. Мы пройдемся. Потому что reduce нам позволяет итеративно пробегаться и формировать какой-то результат. Например, как сумму посчитать быстро? Можно через reduce? По сути нам нужна просто сумма строк, прокидывая каждый раз какой-то результат. Если вам будет понятнее через for each, можно переделать. Стайл. Окей. Окей. Вот в стайлс нам уже нужно. Стайлс – это вот такой объект. Мы хотим пройтись по всем его полям. Можем взять Entries, Object Entries. Все знают, что это такое? Нет. Тоже не знаю. Хорошо. Окей. Тогда давайте просто будем идти в стайлс через for let key in styles. Что мы хотим? Мы хотим собрать из этого стиля строчку, правильно? Let string пустая будет сначала. В стиле как выглядит? Просто название, двоеточие, значение, точка с запятой. Вот так и прямо сразу и запишем туда. Вот это знаете? Отлично. Толик говорит, что вы знаете, почему вы сами не отвечаете. Стайлс. 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 От key. И точка с запятой в конце. По идее, по идее, это нам создаст строку. Ну, сейчас посмотрим, что получится в итоге. В итоге стиль мы что записываем? Селектор наш из объекта styles, фигурные скобочки открываем и закрываем тут же, чтобы сразу не забыть. Плюс наш сформированный стиль. Стринг. Чуть-чуть не видно, но вот так. Да. Может, ты со мной вместе напишешь? Иди сюда. Что-то не держи в себе, Толя. Если хочется пописать код, надо его писать. 21 строка функция. Ну и чего? Круглые скобочки. Это два параметра функции. А ты какую-то дичь передала. Я передала. Да, я забыла. Погоди. Круглая скобочка закрывающая. А там открывающая. Вставил шифт. Перед. Перед старшим. Я не могу понять, что ты говоришь. Вот так же. Это что? Это же вот так. А, я просто забыла. А еще ставился объект. Внутри ставился есть селектор и ставился. Поэтому здесь должен быть ставился точка ставился. А здесь ставился точка селектор. Спасибо. Окей. Да. Нормально. Спасибо, Толя. Давайте посмотрим, что у нас получается сейчас на данном моменте. Попробуем создать стили из массива вот этих двух объектов. Чик и чик. Можно вопрос? Да, можно. Что это за кайфовая тема? Что? Что? Что за тема? Что? А, тема Solarized. Solarized. Очень популярная. Так. Да, можно. Сейчас я подключу скрипт. Давай пока. Нужно его увидеть. Вот, пожалуйста. Откуда вы делаете ставить эти параметры? Я что-то. Она тут, это просто callback, да, который принимает эти два параметра. Окей. Мы что-то получили. Давайте посмотрим, получилось ли что-нибудь. Отлично. Что-то нагонегенерировалось. Мы получаем, ну, как раз то, что хотели. Что? Вот здесь? Перед button. А перед button зачем нам точка, если button это тег? Ааа. Button это тег. Отлично. Просто для примера, что можно любой сюда селектор написать, вообще все равно. Теперь у нас есть стиль в строке. Мы хотим его применить к странице. Как это сделать? Нам для этого нужно создать текстайл. Просто, ну, как обычный inline стиль вообще. То есть не всегда же их подключают через ссылку. Можно просто написать что-то вроде style и прям тут фигачить. Прям button, тра-ля-ля, что угодно. Все, что захотим. Вот мы хотим создать такой тег и записать в него нашу строку. Тогда все получится. У меня здесь уже есть заготовка. Ну, давайте не будем создавать этот тег. Пускай он у нас, допустим, там будет. Чтобы мы его сейчас могли сразу схватить. И туда докинуть что-то, что хотим. Стайл тег. Документ. Гет. Элемент. By id. Вот. Хотим в него добавить нашу строку. Соответственно, мы стиль создали. Стайл. Оп. Добавляем в inner. Что-то мы туда его. Вот. Получается, стиль применился. Но теперь интересное самое. Это сделать так, чтобы он по кнопке применялся. и расприменялся. Например, чтобы когда мы нажали на редизайн, эти стили применились. А еще вот, что в этот момент вообще произошло. У нас под нашими основными стилями добавился тег стайл. В него записались новые стили. Они как бы перебили те, которые были раньше. Поэтому и заключается стимизация. А у нас старый стилей? Там был старый стилей? В принципе, какой-то бордер радиус? Там был написан бордер радиус у вас? Нет. Там ничего не было. А вот если там что-то появляется, они будут, ну, как-нибудь? Вот. Мы пишем так, чтобы мы могли точно переопределить из сил. То есть, если, допустим, у нас здесь какой-то был бордер радиус уже изначально, два пикселя, например. И мы делаем все то же самое. И проинспектируем кнопку. У нее сначала применился ее бордер радиус и потом тот, который мы переопределили с помощью тем. Видите, это в динамике. Давайте цепимся к кнопке, к контролу. Такой. Вы понимаете, что я пишу совсем абсолютно плохо с архитектуриной и JS-код просто потому, что это пример. В вашем проекте вам придется написать какую-то абстракцию, которая будет, не знаю, Team Service. Там по столе учил я вот этого всего. Это вот к нему все вопросы. В общем, что-то такое, что будет вашими стилями вот так вот джонглировать в тот момент, когда вы это хотите. Да. Но мы сейчас просто сделаем очень просто. что будет происходить, когда мы кликаем по кнопке. То же самое. Сделаем какое-то, не знаю, изначальное состояние, что у нас включены. Если тема включена, то выключаем стили совсем. Пустую строку туда запихиваем. Если это не так, то записываем туда наши нагенерированные только что стили. Вот. Вот. Ну и меняем значение из Team на такое. Посмотрим, что получится. Оп-оп. Ну вот, собственно, видим, что… Я не знаю, насколько вам понравилась эта штука, что можно так делать. Да. Это прикольно. На самом деле так и реализуется этимизация в большей степени. И через пару занятий мы посмотрим опять через новые возможности CSS, как еще лучше использоваться… Да, я вижу рук сейчас. Как еще лучше пользоваться этими штуками. Да. Почему заранее тебя заканчивают на точку CSS? Хороший вопрос. Вот два… Этим… Господи, я забыла слова. С… С… С хрефом. На… Новую тему. Жаль в сборке. Мы просто за ней сходим, подсосем ее и применим. Это первый вариант. И он хорош в том случае, если нам важно, чтобы темы кэшировались. Вот. А если мы не знаем заранее, какую тему мы хотим, если мы хотим ее как-то кастомизировать на лету, воспользовавшись данными пользователя. Например, вы загружаете картинку и можете прям сразу поменять… Используя базовый цвет этой картинки, проанализировав ее каким-то образом, например. Это круто. Вы не можете предсказать этого заранее и такой стиль написать и положить к себе на сервер. Потому что вы ничего не знаете. Так что можете делать так, можете делать так, можете вообще не использовать JS… CSS. У меня все на сегодня. И у всех все. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ ВОТЕЛЬНЫЕ ГОЛОСОВА